В этот раз Макс не успел, на самом деле, поясничать, а Дима, который всегда говорит, типа, ну чё это вот вы хернёй такой занимаетесь, сам решил тоже. Включая это УГБТ-освещение, погоди. Я увидел результат, мне понравился результат, это действительно работает. Теперь мы будем орать на всех обложках. Да, самое удивительное, что я никогда не думал, что результат настолько сильно существенен, а он настолько сильно существенен, и это удивительный для меня момент. Дима, тебе не кажется, что алгоритм Ютуба просто сканирует обложки, и если там видит искорёженные лица людей, знаешь, такой типа, ну ладно, держи просмотров, держи просмотров, вот и отсыпает тебе, знаешь, такой с барского плеча, типа, ну ладно, ну за старание, держи, вот тебе 100 тысяч просмотров лишних. Ну просто это странно, согласись, это странно. Ну то есть это есть, как знаешь, вот, например, мы сегодня будем в том числе говорить про там всякие нейросети и прочее, и вот всегда у них есть какие-то нюансы, которыми почему-то нейросеть в этом убеждена. Ну то есть там, условно, Миджорни убеждена в том, что у человека 6 пальцев. То есть возможно, что она на самом деле тренируется на фотках из другой альтернативной реальности, в которой у людей реально 6 пальцев. Да, в 6-ти палых людях, да. Да, ну то есть это невозможно объяснить, почему так происходит, но вот это так объясняется, да. Вот 6 пальцев, нейросеть в этом убеждена, поэтому тебе 6 пальцев лепит. Там, чат ГПТ какой-нибудь убеждён в том, что сейчас там 2021 год, или какой там у него, ну то есть он в этом убеждён полностью. Это Бинг пытался убедить человека в том, что там 2022 год, и вот ты говоришь, блин, бро, какая сейчас дата? 17 февраля 2023, это какой сейчас год 2022? Да, да, всё верно. Ну то есть они вот убеждены в этом. Так вот я уверен, что нейросеть Ютуба, которая вот делает это, убеждена в том, что люди лучше кликают на вот эти перекошенные ёбла, блядь, на обложках, понимаешь? Ну то есть в этом нет никакой абсолютно логики. А что если она реально скажет обложку? Человек в опасности, его надо, его надо посмотреть, что с просмотрами, да? Не болен ли он? Ну хуй знает, не знаю, это странно. Я ещё могу понять, когда, знаешь, там лепят гигантский шрифт, да? Ну то есть когда у тебя в рекомендациях Ютуба, вот справа плашка, да? Когда у тебя маленькая такая, да, маленькая, ты понимаешь, что там ты можешь посмотреть на картинку, и там действительно там что-нибудь написано прям большими текстами, ты это заметишь, это логично, это понятно, почему так надо делать. Но перекошенные ёбла, это, блядь, вообще ни к селу, ни к городу, просто странно. Я в последнее время смотрю, что делают, например, ютуберы, которые выкладывают записи геймплея видеоигр. Ну то есть вот, допустим, там, не знаю, Hogwarts Legacy, да, к примеру. Народ сидит там, играет в Hogwarts Legacy и выкладывает там, допустим, 50 роликов, да, там с полным прохождением игры. И там, типа, каждый ролик там по часу, например, 50 часов, да, вот он выложил эти видосы. И у него, естественно, в какой-то момент заканчиваются обложки, потому что главный герой, он один, да, то есть у него там, типа, особый скриншот с него не снимешь, потому что ты его со спины всегда видишь в игре. И тебе как-то надо выкручиваться. И что он делает? Он подходит к NPC, в которой там, допустим, разговаривает, поближе, чтобы его NPC было морду, ну то есть на весь экран, да, и делает обложку на основе этого NPC. И, блядь, вот ты смотришь его там, типа, плейлист, да, по этим, по Hogwarts Legacy, и там какой-то, блядь, гоблин, какая-то, блядь, гиппогриф, держащий вот эта кричащая эта херня, которая, как она называется, мандрагора вот эта, которая орёт там из горшка, да. И вот эта вся история. То есть даже не главные герои, похер кто, главное, чтобы морда была, понимаешь? Это, блядь, удивительная история для меня. А что если реально работает? Да работает. Ручи Гарри Поттер, да. Ты берёшь приложение любое, которое даже меняет мимику, там, человека-персонажа и вот это всё. Берёшь? Стойте, мне надо сделать кадр на обложку, сейчас беру микрофон. Давай-давай. Не-не, тебя не видно. Тебя не видно из-за почита, у тебя свет. Знаешь, нейросеть не распознает тебя. Да-да-да, у тебя свет закрывает, да. Что-то мне не подойдёт. У меня камера искренне пытается проэкспонировать это говно ровно, а почит очень яркий. Да, он очень яркий. Яркая. Где ты взял почита-то? Почита, вообще-то, давай don't assume his gender, her gender. В смысле? Это он? Their gender. А кто тебе сказал, что он? Ты только что сказал, что он. А если это она? Значит, это почита, она. Нет, это почита. Почита? Почему почита? По что? По что? По что ты его взял? Бля, у меня один Макс орёт в микрофон. Нет, я слышал, как прям такой... Надо его потише сделать. Я взял тебя потише, пошёл ты. Возвращаясь к нашим историям про подкаст, я всегда перед каждым нашим подкастом нервничаю, просто пиздец. То есть, у меня прям вот начинается какой-то мандраж и тремор рук и вся вот эта история. Я не знаю, почему. Я не понимаю, почему. Ну, то есть, ничего такого не происходит, потому что что на стримах наших мы разговариваем, там, с людьми, что на подкастах. Мы это делаем уже в такой раз, что можно было бы, наверное, уже 500 раз привыкнуть, но у меня каждый раз начинается мандраж перед подкастом. Поэтому, если в самом начале я сижу с кислой мордой, это не потому, что ваши рожи мне опостылили, хотя это тоже, пацан. Это давно, нет, просто это не новость, мы давно это... Да, это как бы и так понятно. Или не потому, что я там, типа, чем-то недоволен или что-то плохое случилось. Нет, а просто потому, что у меня начинается вот этот мандраж. Мне надо пройти минут 10, чтобы это всё, знаешь, типа, ушло. Вот, и эти разговоры про почиту и алгоритмы YouTube очень помогают. Спасибо вам большое, пацаны. Вы, кстати, посмотрите в нашей видеоверсии, впоследствии обязательно потом, мы немножко по-другому теперь используем как бы наш технологический стэк для того, чтобы трансляцию по-другому собирать. И, как бы, обратите внимание, как бы, я не знаю, там, как бы, кому-то вообще-то попадётся, так скажем, там, на взгляд. То, что у нас, по идее, с Максом теперь картинка должна быть чуть-чуть получше, чем раньше. Потому что раньше у Димки была, типа, хорошая картинка, а мы с Максом были такие пиксельные, знаете, каши. Да-да, причём два человека с самыми пиздатыми камерами в проекте. Вот, а теперь, как бы, у нас получается, что у всех троих более-менее неплохо. Теперь сразу видно, что у Димки камера, в общем-то, как бы хорошая, конечно, но не такая хорошая, как бы, да. Вот, но вот говорят, вы, кстати, раньше больше заморачивались с обложками, а сейчас просто пейзажи на фоне. Ребят, раньше мы прикалывались и делали угарные смешные. Сейчас не всегда есть настроение делать угарные смешное, как бы, если уж честно. Вот, но, как бы, мы попробуем тоже что-нибудь поделать такое прикольное. Вот, раньше потому что прям хотелось это всё делать, как бы, и вот было желание. Сейчас не всегда. Вот, тебе пишут, Дим, не переживай, ты классный. Я не переживаю, это не какая-то история по поводу того, что я там, типа, ой, я там что-нибудь ляпну или какую-нибудь херню скажу. Нет, я постоянно говорю херню, постоянно что-то ляпаю. По этому поводу я не переживаю. Это просто, это бессмысленная история. Это, я не знаю, как это объяснить. Это можно назвать, наверное, боязнью сцены, но у меня нету боязни сцены, блядь. Ну, то есть, я этого не понимаю, это какая-то психологическая заморочка, которая вот у меня началась буквально всегда. И была она всегда. И это странно. Пацаны. Да. Да? Что вы думаете? Как вообще, как бы, начинаем мы подкаст-то или нет? Или ещё порассказываем? Я не знаю, расскажи ещё что-нибудь хорошее. Я знаю, ты осмой. Слушайте, я хочу сказать, что я тут приехал обратно в Турцию. И... Мы уже слышали, блядь, давай начнём подкаст, я понял. Сейчас, блядь. Образ хотел сказать, что очень хорошая погода. Да, да, спасибо. Блядь, очень классно. И в жопу, блядь, давай начнём уже. Я сегодня хотел загорать. Да, да, давай начнём лизыбал. Ты тоже можешь сходить в солярий. Да, в хендай солярий, да. Поехали. Начали. Ну чё? Давай. Добрый вечер, дам и господа. Да, мы начинаем завтра касс номер 276. И, как всегда, в нашей виртуальной студии его бессменный ведущий. Меня зовут Дмитрий Замбак. Сегодня со мной Тимур Сейфер-Млюков. Здравствуй, Тимурчик. Да, это я, привет. И Максим Зарецкий. Здравствуй, Максимка. Привет, привет. Ей. Слушайте, 276 выпуск. И мы начнём его, как всегда, по традиции, с новостей нашего проекта. У нас вышел спешл. У нас вышел спешл про путешествие Тимура. Трёхмесячный. В далёкие края. Трёхмесячный, двухмесячный, сколько месяцев прошло? Знаешь, на самом деле довольно длительные. Они ещё не завершились. Я думаю, что у нас будет в какой-то момент ещё и третья часть этого самого выпуска. Но, ты знаешь, если так посмотреть, то плюс-минус как бы, да, то не совсем, но я прошёл путь почти такой шёлковый путь. Потому что шёлковый путь примерно вот в этих регионах и проходил. В том числе шёлковый путь проходил вот здесь, в Ликии, где я сейчас нахожусь. И, кстати, маленькая такая, знаешь, маленькая ремарка. Дело в том, что вот этот регион, где я сейчас живу, он раньше являлся греческой частью Ликии. И у Ликиицев был, собственно, вообще язык, который основывался на древнем греческом языке. И у них был древний греческий алфавит, от которого впоследствии отказались и другой алфавит вообще выбрали. А они его сохранили в какой-то момент. И дело в том, что местные вот чуваки, которые здесь живут, знаете, как в России берут себе иногда на машину, наклеивают, короче, знаете, такие вот эти азмьесмин там, как бы вот эти все яти там и прочее. Ну, такая типа прям славянизм. Здесь, короче, себе Ликийский шрифт делают. Ну, вот эти старые древние греческие буквы. Ты такой смотришь на эти все буквы, как вот они там все на машины лепят и прочее такое. Ну, точно, викинги же. А такой, а, точно, руны же спиздили с греческого алфавита когда-то давно. А знаешь, почему их Кратос привез? Я тебе говорю, их привез Кратос на Норном. Они решили, ну, какие красивые буквы, ты чё? Да, если честно, теперь звучит реалистично, потому что реально здесь все ездят вот с этими рунами ликийскими. И я всё время хочу, даже думаю, блин, надо реально сесть, попереводить хоть что-то себе на машинах. Там люди пишут-то как бы этими буквами, вот. Но, кстати, по поводу Гаду Фор и Кратос, я же прошёл вот такие рак-дорог. Блин, ты сегодня будешь про него рассказывать, или ты так это... Ты знаешь, я быстренько, вот мы сейчас только-только начали подкаст, как бы, перед тем, как начать, я хотел просто сказать в два слова, что на самом деле многие его хуй сосили за то, что он, типа, блин, он такой вторичный по сравнению с первой частью, вот это всё. Ты знаешь, мне в целом понравилось, но мне кажется, они действительно подслили концовку немножко, и можно было как-то покруче сделать, но я заметил, что они сделали её такой хорошей, для того, чтобы, если что, если не дадут бюджет, не делать третью часть, и можно было бы вот на этом, собственно, и закончить. Проблема, Тимурчик, в том, что там просто больше нечего рассказывать. Ну, то есть, как бы... Бля, я тебе могу просто миллион... Там огромное количество морковок в конце развесили, да, на самом деле. Да, там можно ещё миллион сегодня рассказывать, а можно и не рассказывать, как бы. Так что, в общем-то, в целом прикольно, хорошо, что они так закончили. Вы что, вы сомневаетесь, что не будет God of War в следующем году? Будет, конечно. Ты знаешь, с современным циклом производства будет он на PlayStation 6. Ну и что? Ну всё равно будет, в любом случае. Может, он будет не про Кратса, может, он будет про какого-нибудь другого героя, но в любом случае будет... Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Такую франшизу просто похоронить. Главное, главное, что я убедился, что мой аккаунт шарится и помог человеку. Вот что меня очень радует. Да, если что, Макс мне отдал прикол в том, что просто я же играл в американскую версию God of War, и все мои сейвы были сейвы от американской версии. И, короче, когда так получу, что у меня всё-таки приехала моя PlayStation из Москвы, и я запускаю там God of War, а он турецкий. И на турецком God of War не подсасываются сейвы от американского God of War. Типа, Ригинал Лока в нашей игре? Вообще вот у нас нет никакого. Никакого Ригинал Лока, но в сейвы не подойдут, сорян. Ну, это, конечно, было грустненько, но в итоге Макс меня выручил, потому что у него как раз God of War на американском аккаунте. Отдал мне его. Я допрошёл прям совсем-совсем финал. И такой типа, ну окей, как бы, в общем-то, на этом можно и закончить спокойно, и не париться. И вот, в итоге God of War, как бы, мне... Я самый последний, кто из нас из всех его допрошёл. Я могу сказать, что действительно от себя тяну такую. Тебе хорошо пишут, что пройти прошёл, а платину-то не выбил. Ну, ребят, как бы, учитывая, что ради этого мне пришлось взять аккаунт Макса, и никто, кто имел доступ к аккаунту Макса, в этот момент играть на нём не мог, мне было жалко Максима и, как бы, ему подругу. Дождя, а это так работает? Ну, там свои приколы есть, да, с этим всем. Да, короче, в итоге смысл в том, что я поиграл как можно быстрее, ровно специально для того, чтобы, типа, вот Макс мог после этого тоже поиграть. Так, короче, в общем, ребят, God of War мне понравился. Действительно, он выглядит как такое прямо логичное продолжение. Знаете, как будто, типа, вот одна часть закончена, тут же началась вторая. То есть, как будто перерыва между ними не было. И это, в целом, мне понравилось. Я с удовольствием это прошёл. Ожидал немножко более крутого конца, но в целом всё равно круто, классно и прикольно. Давайте потихонечку переходим, собственно, к нашей любимой рубрике «Слухи недели». Да, слухов у нас не так много. И они... У нас обычно «Слухи недели» про игры. В этот раз мы не выходили две недели, потому что... Слушайте наш новый спешл. Вот. Но зато у нас слухи успели очень многие стать новостями за это время про игры и про технологии. Зато по кино очень интересная история происходит сейчас внутри студии Marvel. и Disney смотрит на происходящее со своими сериалами и фильмами и начинает пересматривать сетку премьер. То есть, это новостная часть, да? То есть, это пока не слух. Это новостная часть. И связано это с тем, что качество сериалов падает, их становится слишком много, их начинают меньше смотреть. И новый старый гендиректор Бобайгер такой подумал, «Хм, ну давайте у нас выйдет всего два сериала Marvel в этом году, а все остальные сериалы Marvel, которые у нас есть, мы перенесем на следующий год». Это касается второго сезона «Логи», это касается «Железное сердце», которое все еще никто не может ответить на вопрос, кому оно нужно. Это касается некоторых других шоу. При этом одной рукой, одной рукой, они с Disney Plus забирают Marvel. Другой рукой они говорят, «Но по «Звездным войнам» мы будем снимать больше контента». Нет, подожди, просто анонса по «Звездным войнам» еще не было. А так они зарубят там тоже половину проектов, я уверен. Ну, Андерс снимает второй сезон, и это хорошо. А можно вопрос к вам? А вот ты сказал, который не нужен сериал про «Железное сердце», а это тот сериал, в котором девочка играет на Ренмане, да? Да, 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 да. Смотри, это девочка, которая стала... Мне просто казалось, что она второстепенный персонаж, разве я? Смотри, она по сути является новым «Железным человеком», и в комиксных линиях, именно в комиксах, она формально и стала заменой «Железного человека». Это случилось вот за последние, там, типа, 10 лет в комиксах. И, в общем-то, как ты знаешь, как бы, они же оценивают, по сути, популярность по комиксам, а комиксы покупают, если ты помнишь, мы об этом обсуждали в подкасте, ну, там, типа, ну, 100 тысяч штук, 70 тысяч, там, 150 тысяч штук купили экземпляров, как бы. Ну, то есть это не очень большая выборка для того, чтобы оценить реальный интерес, как бы, к той или иной, там, как бы, линии. Но «Айронхарт», у нас случился момент, когда сейчас, по сути, как бы, будет, ну, так, в какой-то мере два «Железных человека». Потому что вот «Железное сердце», вот эта замечательная дама, и, кстати, маленький такой, знаете, прикольчик, дело в том, что изначально на роль Шури, сестры, соответственно, этого Т'Чалла, который, это какой, «Черная пантера», пробовалась как раз вот эта девочка, которая играет «Железное сердце». И ее не взяли. А вместо этого взяли другую актрису. Ну, если честно, я смотрел на пробы, на ее, как бы, не так давно увидел в Твиттере, короче, и она играла так плохо, что, короче, ее не взяли на роль, по сути, сестры, которая и стала «Черной пантерой» в итоге, ну, как бы, в конце второй части. И в итоге ее сделали «Айрон Хартом», то есть вот этой самой, как бы, железной человекшей, вот этой, человечкой, вот. И прикол просто в том, что у нас же есть новый сериал, помните, с Ником Фьюри, который такой, типа, околошпионский, который вот выйдет в «Жене, который». Да, а в нем как раз встречается, помните, как бы, чувак, который играл патриота. Это такой, типа, железный человек на минималках, который, как бы, в костюме Тони Старка, но не настолько крутой, ну, как бы, у него нет всех этих технологий. Но якобы он опять вернется в костюм в этом сериале. И в итоге у тебя, типа, будет один чувак в костюме железного человека, и второй чувак в костюме, ну, типа, в самодельном костюме железного человека. Я просто, вот, блядь, этого не понимаю, потому что я тут прочитал сюжет. Я, блядь, уверен практически, что это вранье какое-то. Ну, то есть это... Потому что этот самый Ant-Man 3, который, как он называется, Человек-муравей 3, он пока еще не вышел в домашнем прокате, и, к сожалению, он может писать только в кинотеатрах. Но он вышел в кинотеатрах, и его уже очень много кто посмотрел. Да, и вот я хотел про него сказать. Я не посмотрел, но я просто прочитал сюжет, что там будет. И мне кажется, это какая-то ерунда, ну, это вранье какое-то. Ну, не может быть сюжет настолько тупорылым. Нет, может, потому что мы с тобой уже смотрели второго Доктора Стрэнджа. Может, Дима. А он оказался такой всратый. Да, и, в общем-то, тут ведь в чем еще дело? В чем слухи, да? Что очень многие вещи будут отменены и будут зарублены, и будут передуманы внутри Марвела. Ну, вот, например, Marvel's фильм, который должен был выйти вот уже вот-вот, его переносили несколько раз. Сейчас он должен выходить в ноябре, и, скорее всего, его вообще могут отменить или перенести, потому что... Причем должно было быть Капитан Пакистан вместе с... Да, Бриларсом, да. Кэрил Денверс, который летает там, типа, в космосе сейчас. Да. И этот фильм постоянно переносит по той простой причине, что на него нет спроса аудитории. Это, в общем-то, очередное кино, которое снято, потому что, как это называют западные блогеры, MCU. Типа женская вселенная Marvel. Вот так вот нам сейчас надо всех героев превратить в сильных женщин. Классно будет. Халка женщиной заменим. Железного человека женщиной заменим. Вообще все будет здорово. Черную пантеру. Черную пантеру. Но почему-то аудитория... И Энтман больше теперь не Энтмана, а Энтман и The Wasp. Нет, нет, Тимурчик, нет, блядь. Вот если бы ты знал... И самое главное, ни того, ни другого там нет в фильме в третьем. Самое тупое, чтобы ты знал, что происходит в Человеке-Муравье 3. Ты помнишь, у главного героя была дочка? Да, причем ее показали в Мстителях, короче, а потом ей не дали роль в третьем фильме и ее заритконили в заникастей или другую женщину. Ну вот прикол в том, что конкретно в этом фильме эта дочка становится супер-пупер умной внезапно. Знаешь, просто из нихуя вот. У него папа умный же. Да, папа умный, его задвигают на второй план. И вот когда ты будешь смотреть Ant-Man 3, тебе очень понравится вот эта метаморфоза, потому что я не понимаю, почему это происходит. Ну то есть это, блядь, странно. Либо вы делаете сразу персонажей женщин, которые нормальные, ну то есть, блядь, что сложно сделать классного персонажа, что ли? В чем проблема ваша? У тебя синдром Мэрисью. Просто как бы... Ну да, да, да. Это странно, нет? Короче... Понимаешь, у тебя, как бы, есть крутые мужики, которые получили силу с нихуя. Да. Давайте женщинам также дадим тоже, которые получили крутую силу тоже с нихуя. Ну да, вот так это и работает, чувак, это комиксы. Нет, так это не работает, потому что сила не с нихуя получается. Вот, например, в той же самой твоей любимой Черной Пантере Вакандов Навсегда, которую ты хвалил, ты говорил, что это лучший фильм, там хотя бы понятно, почему главная героиня получает этот костюм, потому что она проходит через какие-то испытания, она, в общем-то, этот костюм заслуживает, да? Ну, то есть вот у неё происходит какая-то арка персонажей, которая, в принципе, понятна. Ну, слушай, Тони Старк. Подожди, если мы говорим там про Капитана Америку, то тоже, у него тоже была своя собственная арка в его собственном фильме, где он был там, типа, слабеньким солдатом, его вкололи звертку, он стал, типа, суперсолдатом. Всё понятно. То есть у него, как это, арка становления персонажа, она есть, да? У тебя с Капитаном Марбл то же самое. Да ни хера подобное! Да ты хера! Ты такая, знаешь, типа, то же самое считаешь, что сыворотку вкололи, только ты прилетела, в тебя какая-то херня отстрелила, о, теперь ты сильный. И ты уже суперсильный и супер... То же самое, как тебе вкололи сыворотку. Но очень хорошо, в пример, приводит развитие Тони Старка. То есть Тони Старк это человек, который попал в ситуацию, из неё выбрался и приобрёл силу, но приобрёл силу ценой потери. Вот. То есть вот этот реактор, он его отравлял, на этом выстраивалась его персональная арка. И вообще, в целом, Тони Старку можно было сопереживать, почему он был один из самых, в общем-то, главных локомотивов вселенной Марвела. Потому что этот герой, с которым ты мог себя ассоциировать, он постоянно рос всю серию хоть до Мстителей. Вот. И здесь вылезает какая-то девочка, которая... А-ха-ха! Я просто так вот собрала костюм Тони Старка, потому что я гениальная. И ты такой, что? Почему? Чувак, у тебя буквально точно такой же пацан Спайдер-Мэн в Марвел и Вселенной, который просто гениальный, просто классный, но ему приходит Тони Старк и с барского плеча отдаёт все технологии. Да, кто говорит, что это хорошо? Ну, как бы, всё равно Спайдер-Мэн же, как бы, вот он хорошо работает же в том... Я не знаю, мне не очень нравится Спайдер-Мэн от Марвел, мне самым классным Спайдер-Мэном кажется реализации Рэйми. Второй Человек-паук. Ты серьёзно? Это тот, который танцевал там, блин? Нет, это третий. А, третий, да? Ладно, я давно не смотрел. Слушай, ну, короче, в общем, мы рак жопы желаем, в общем-то, Диснею. Да, но мы не договорили, в чём слух, что, по слухам, Дисней отменит кучу внутренних проектов, пересмотрит полностью пятую фазу, и, возможно, они сейчас срочно будут пятую фазу сворачивать, потому что вся эта история ты так ошибаешься, что даже не представляешь, потому что на Западе весь обычный твиттер только сидит и ссыт кипятком про этого сраного канта. это канг, конечно, классный, но сюжетное обоснование очень спорное вообще всей его арки. И они будут пятую фазу как-то сейчас решейпить, чтобы побыстрее её слить и как-то перезапуститься в шестой фазе, потому что пятая фаза не работает по кассе вообще. Это вы ещё не знаете, как DC обосрётся скоро. Скоро узнаете. В DC как раз-таки ещё один слух у нас есть довольно интересный. Дело в том, что тут якобы об этом, естественно, только на уровне слухов говорят, что Warner Bros. бьёт тревогу, потому что тот самый многострадальный сиквел Аквамена, того самого, где играет человек-какашка. В смысле? Это про кого сейчас? Это ты... Как ты можешь так говорить про женщину, которая ничего тебе не сделала и просто... А знаешь, что она сделала Джоню Деппу в кровати? Её вина не доказана. Пошли вы, Хейтер. Поэтому ничего неизвестно. Короче, ну в любом случае, история была про Эмберг Хёрд в том, что её якобы хотели оттуда вырезать, но в итоге так и не стали этого делать. Но поговаривают, что фильм оказался, так скажем, не очень классным. И на его тестовые показы зрители пришли настолько недовольные, что когда выходили оттуда или вы говорили прям совсем херовые вещи, или просто с половиной фильма люди выходили. То есть он был настолько херовый. И непонятно, в чём прикол, потому что на самом деле, если честно, несмотря на то, что многие хуесосят, но если честно, мне понравился как бы первый Аквамен. Он оказался таким нормальным. Не то чтобы каким-то суперкрутым там. Есть же такая история, как негативный след от актёра, от там ещё чего-то и так далее. От какой-нибудь студии, которая там в очередной раз проебалась в чём-то и так далее. Очень часто люди не могут, мы, кстати, сегодня об этом поговорим, очень часто люди не могут творчество отделить от автора, понимаешь, это тяжело, это сложно. Это как бы требует напряжённых умственных усилий. Вот приходишь ты после всех скандалов с Эмбер Хёрта Джонни Деппом, приходишь ты смотреть Эквамана 2, и тебе показывают прям в лицо эту актрису, которую ты ненавидишь, ну, предположим. Так. Какую оценку ты поставишь фильму с её участием? Наверное, три с минусом, максимум. Вот и всё. Вот тебе я отрицательные тесты показываю. Интересный пример. Фильм, который, помнишь, я тебе рассказывал про где с этой, как её зовут-то? Дженнифер Лопес, короче, комедия про шотган-свадьба называется. Ну. Где, типа, они на острове, и свадьба Филиппины. Вот. Прикол в том, что изначально лидирующую мужскую роль вместе с ней должен был играть Арми Хаймер. Тот самый чувак, который якобы, во-первых, с доминастями тусил, короче, а во-вторых, якобы какая-то там история у него была с каннибализмом. Хотя это всё не доказано. Каждый раз слушаю эту историю, думаю, господи, почему ты, блядь, не забудешь это, почему ты не сотрёшь это из памяти? Ты такое здесь сотрёшь? У меня хорошая память, я помню. Помнишь такую хуйню, вот серьёзно? Короче, прикол в том, что его же оттуда вырезали, и поэтому фильм вышел существенно позже, чем должен был. Кроме, где Дженнифер Лопес бегает, они пересняли всё с другим чуваком. И как бы вот выпустили, и он, кстати, сейчас довольно неплохо идёт, и как бы отзывы в целом именно от зрителей, не от критиков, как бы в целом ок. И я вот думаю, а почему в Акваменте не поменяли её, как бы не рекоснули актрису? Или взяли её, не перерезали сюжет таким образом, чтобы типа как бы у неё есть сестра, а эту убили в самом начале фильма. И вот типа между сестрой и Акваменом там типа возникает какая-то связь. Оп, всё, все довольны, все счастливы. Чё, почему нет? Ну, я не знаю, просто я не читал никакой комиксы про Аквамена. Может она какая-нибудь важная персонажа? при любом раскладе у Аквамена есть ещё один момент, о котором многие не говорят. Он всё равно существовал, как и Чудо-женщина, в некой логике рождённой Снайдер-Вёрса. И Снайдер- предполагалось, что если вдруг чё-нибудь там у DC образуется, можно будет сольники про Аквамена и сольники про Чудо-женщину как-то назад к Снайдер-Вёрсу прицепить. Сейчас ситуация, что Снайдер-Вёрс зарубили полностью. И, строго говоря, Аквамен 2 в глобальной картине вещей теряет смысл. И у меня есть ощущение, что после тестовых показов этот фильм, как и кошку, спишут в убыток и аккуратно положат на полочку. Не кошку, а Бэтгёрл. Бэтгёрл, да, пардон, да. То есть, это тот фильм, который, да, это будет дорого его списать, но факт того, что его надо будет выпустить в прокат, есть великий риск, что он не соберёт денег, это всё равно будут убытки и дополнительные расходы. А прошлый собрал миллиард. Да, да. То Аквамена 2, вы просто не удивляетесь, если его реально возьмут и аккуратно положат на полочку. А вот, что точно не положат на полочку, это Флэша, в котором Эзер Миллер играет, это человек-катастрофа ходячий, понимаешь? И меня вот удивляет другой вопрос. Вы же смотрели трейлер Флэша нового? Да. То есть смотри, вместо того, чтобы потихонечку из Флэша как-нибудь попытаться хотя бы сократить хронометраж с Эзерой Миллером, они добавили двух Эзерой Миллеров. Не волнуйся, в конце Флэш похищает человека и полиция всё забалчивает. Я всё ещё надеюсь, что его убьют в самом начале, а дальше фильм будет про Бэтмена. Это было бы, блядь, логично. Причём про Бэтмена этого, да, Китона. Да, Китона, да, да. Причём в стилистике Тима Бёртона. Играет Дэнни Эльфман. И ездит этот огромный Бэтмобиль. Да, да, да. Слушайте, прикол в том, что на самом-то деле можно вполне себе сделать фильм про одного, а на самом деле про другого. Потому что, помните, например, такой фильм Доктор Стрэндж Вижн 2, короче, и, в общем-то, там же тоже всё было про Ванду исключительно, а Доктор Стрэндж был так, сбоку с припёку. А Локи был про кого сериал? Да, подумаем. Ну, Локи, кстати, Локи был про Локи. Давай подумаем, про кого Локи сериал? Вот давай подумаем. Вроде как про Локи, да? Вроде как про Локи, да? Но не обязательно про мужскую версию Локи. Во-первых, а во-вторых, тебе там показывают главного гада, а главный гад кто? Канг. Добро пожаловать в интернете. Квантоманию. Ладно, пацаны, короче, в общем, слухи недели в этот раз все про кино. У нас были ещё, но они все вот такие, тот же, действительно, превратились в новости. Но какие-то из них интересны, какие-то не очень. Давайте, короче, двигаемся потихонечку дальше. И у нас, наверное, самая интересная тема, технологическая, которая ведёт, я бы так сказал, к очень необычным и очень пугающим последствиям с точки зрения того, что нас ожидает в ближайшем будущем. Дело в том, что, как вы знаете, там, господин Элон Маск, господин Твиттер Маск, хотел сказать, господин Элон Маск, можно так говорить, на самом деле. Как есть Тим Эппл, а это Твиттер Маск. Твиттер Маск. Тим Твиттер, да. Ирискор не понимаю, почему у крипты нету, у Цукера Метамаск, знаешь, они просто взял, не купил эту историю. Чувак, Метамаск, это же этот криптокошелёк, да. Почему он тебе принадлежит Метин? Что за бред, блин? Запрещенная организация. Прикол в том, что на самом деле про Твиттер все знают, что они сделали подписку Твиттер Блю, которые теперь делают так, чтобы ты мог верифицироваться только с помощью неё, а другими способами поговорить, там тоже всё ещё можно верифицироваться, но только если ты типа госорганизация или там какая-нибудь очень крупная компания, ну то есть по-другому там практически никак. И в итоге там много есть проблем, связанных с тем, что теперь люди покупают эту самую подписку, в том числе ещё для того, чтобы их ответы ранжировали дальше наверх. Ну то есть, грубо говоря, первыми к Твиту, к которому они реплаят. И всё это ведёт к не очень хорошим последствиям, но здесь есть довольно другой интересный момент. Дело в том, что Илон Маск решил закрыть ещё одну функцию, которая и так существовала для всех всегда совершенно нормально, решил закрыть функцию двухфакторной аутентификации по СМС с помощью той же самой подписки Твиттерблю. Напоминаю, что подписка Твиттерблю доступна только в очень ограниченном количестве стран, а тех странах, где подписка Твиттерблю недоступна, и вы купите её там просто-напросто себе не можете, поэтому с двухфакторной аутентификации по СМС вы сосёте хуй. Вот. Но здесь есть очень много смыслов, так скажем, много граней смыслов, которые стоит осветить. Первое. Дело в том, что Маск в виде причины называет то, что вот эти самые сотовые компании, ну или другие компании, которые связаны с сотовыми провайдерами, которые как раз-таки делают эту самую двухфакторную аутентификацию, они якобы наёбывают этих всех своих клиентов и вытягивают из них бабло за фейковые смски, за фейковые рассылки, и таким образом как бы с них дерут бабки, которые не должны брать. Практически видно, что так и есть, на самом деле. Да, и вот здесь в чём прикол. Дело в том, что я тут почитал как бы твиттер-трет одного чувака, который как раз-таки работает вот так вот, точно так же в крупной компании, в отделе дата-сайенса, который занимается поиском фрода, и одна из их функций, она заключается в том, чтобы как раз-таки отслеживать вот эти самые фроды с двухфакторной аутентификации и находить способы ей противостоять. Таким образом, чтобы ну, они не вытягивали деньги из тебя же с помощью двухфакторной аутентификации. И там есть огромное количество способов, начиная от количества сессий, точнее, количества смс, которые ты можешь присылать за одну сессию, запросить, соответственно, вот этих двухфакторных кодов, там, всякие ограничения по времени, когда ты можешь запросить, плюс там, количество времени, между которыми, вот, между твоими запросами, его можно увеличивать каждым разом всё больше и больше, то есть первый раз, там, типа, ты можешь попросить через 30 секунд, второй раз ты можешь попросить через, там, две минуты, третий раз через 10 минут, ну и так далее. Ну, то есть количество способов много. Плюс там есть еще куча других различных способов, как бы, не очень очевидных, которые вот этот отдел дата-сатанистов должен находить, вот эти все паттерны, соответственно, и приходить к безопасникам, приходить к программистам, они все должны вместе приходить к какому-то решению, что-то тестировать, пробовать, увидеть, что, типа, ага, количество Фрода снизилось, и все такие пожали друг другу руки, мы отлично сработали, всё хорошо, всё классно. Дело в том, что всех этих людей Илон Маск уволил. Так. И, естественно, когда у тебя нет людей, которые, как бы, борются с Фродом, ну, естественно, у тебя приходят люди и начинают Фродить по-жёсткому. И Илон Маск... Но Фродили здесь вот. Да. И Илон Маск вместо того, чтобы пойти, типа, по сути, как бы, ну, или вернуть часть людей или нанять, которые, как бы, соответственно, оставили бы ключевую важную функцию у тебя, но при этом, как бы, взяли бы и сделали так, чтобы у тебя никто не фродил, ну, или там, боролись с этим по максимуму, короче. Он, по сути, что делает? Он говорит, к нему пришёл счёт на 60 лямов баксов, и он такой, ебать, короче, и сказал, отключаем нахуй это всё, короче. И, ну, это идиотизм, потому что правильно все говорят, что, типа, вы думаете, Фродстеров подписка на Twitter Blue, как бы как-то остановит? Нет, не остановит. Потому что все эти фродстеры, они как деньги-то зарабатывают, они приходят к оператору, и у оператора просят, по сути, откат за то, что они наматывают оператору вот эти все смс-ки. И они обычно получают около 10% от бюджета, который они намотали. И вот условно фродстеры, то есть если они нафродили на 60 миллионов долларов, то они получат примерно 6 миллионов долларов. Чувак, давай я тебе с другой стороны задаю. Понимаешь, что ты очень не любишь Элла Маска, у тебя прям подгорает с ним каждый раз, когда ты про него рассказываешь. Но, давай я тебе так объясню. Смс-ки, которые он отключил, это в принципе устаревшая форма двухфакторной авторизации. Она подвержена взлому, она подвержена перехвату этой смс-ки, можно скопировать. То есть я буквально рассказывал об этом в нашем подкасте, когда у меня спиздили телефон, достали симку, и вот так вот как раз и зашли везде. И на мой взгляд, переход на там, возможно, приложение, в котором ты там вводишь какой-то код, это гораздо лучше, и это секьюрней, потому что, чем какая-то смс-ка. Но прикол не в этом, а прикол в том, что Элл Маск, к сожалению, уволил свой пиар-департамент. Так вот, пиар-департамент, что должен был сделать, да? То есть должен был выйти какой-то представитель Твиттера, или там, допустим, в какая-то запись в их блоге, где расписали бы огромную статью о том, что как это все плохо с этими смс-ками, как все это там, типа, не секьюрно и вообще там, типа, подвергает вас особым риском. Вот есть куча прикольных, классных приложений, а вот наше самописное приложение специально для этих историй, понимаешь, да? То есть вот конкретно для двухфакторки. И из этой ситуации можно было просто вот легко выйти и все бы за милую душу все это сожрали. Макс этот фалился у нас. Спасибо, Максим. Нет, просто это единственный механизм выключить камеру, мне ребенка успокоить. Да. Ну, выключить. Так что, Димка, он будет вот так вот исчезать. Хорошо, вы исчезай. Ну ладно. И как бы из этой истории можно было выкрутиться спокойно и получить нормальный пиар. И не там, типа, никто бы не бомбил по поводу этого. Ну нет, он на Москву уволил своих пиарщиков, поэтому ему приходится жевать говно. Вот эта история меня просто удивляет каждый раз. Ну, блядь, ну оставь ты ну хотя бы одного человека, который может твой поток сознания превратить в нечто удобоваримое для СМИ. Неужели это так сложно? Нет, он считает, что у нас тут хардкор, поэтому все, идите в жопу, короче. Ну, это глупо. Тут есть интересный момент, он связан вот с чем, что на самом деле Димка прав, это действительно устаревший способ, но огромное количество людей, ну, типа, я бы сказал, что 80% пользователей, да или даже 90% пользователей, просто не умеет пользоваться всеми этими вещами, все этими двухфакторными приложениями и так далее. В чем прикол? В iOS теперь есть стройный генератор этих самых кодов, но они вот так хуёво запихнули внутрь настройок, в настройках, в паролях, в паролях, внутрь пароля вот этого зашел, и тут, типа, нажимаешь сделать генератор кодов, потом, типа, сфотографировать QR-код, ебать, это так тяжело, что проще поставить какой-нибудь там аути или там гугл-аутентификатор, который тоже говно, и то, и то. Блин, ну, как бы, я считаю, что вот Тиму Куку стоило бы сделать не вот такую хуйнюшку. Тиму Куку. Да-да-да. Короче, а сделать реально какое-то тоже приложение, по сути, вон, типа, там, типа аути, встроенное внутрь в iOS, а не вот эту ебанину, типа, зайди в 15-й пункт меню, короче, и вот там можно сделать это, как бы, этого никто не умеет делать. Мы, кстати, в телеграм-канале нашем написали инструкцию, как бы, о том, использовать внутренний встроенный iCloud-овский, соответственно, генератор вот этих ключей. Ну вот, но, опять же, это тяжело. Но, мы хотели сказать, ну, как бы, то, что Маск поел говна, это мы уже поняли. Но есть еще один очень интересный момент во всей этой истории. Дело в том, что, как вы помните, одним из первых подписку в социальных сетях ввел у себя Паша Дуров. Так. Телеграм-премиум. И в нее запихнул ряд функций. И, несмотря на то, что все говорят о том, что, типа, ну, где там Телеграм, а где там WhatsApp, там и прочее, это, на самом деле, ну, как бы, не совсем правда, потому что, если по честноку, то, как бы, чуваки из разных компаний, из разных мессенджеров очень активно присматриваются к телеге, потому что, несмотря на то, что вся телега была изначально спизжена полностью с WhatsApp, настолько, что в первой версии телеги были тупо скопипашенные wallpaper из WhatsApp. Они были, ну, это были просто wallpaper из WhatsApp. И, как бы, ну, то есть, много было таких вещей. Но сейчас, действительно, в телеге много есть инноваций, довольно прикольных и крутых, которые, как бы, потихонечку пиздят все остальные. И, ну, Twitter Blue, да, вот такая, типа, тебе говняная подписка, которая дает, в общем-то, довольно мало всего и не очень-то привлекательная. И свою подписку решил сделать господин Цукерберг. И, как бы, она пока до сих пор никому непонятно, зачем, для чего, почему и как. Потому что, единственное ее, по сути, на данный момент ощутимый плюс, это возможность опять же получить верификацию. То есть, причем, как они сделали, в отличие от Илона Маска, ты не можешь купить галочку, как бы, вообще просто будучи, ну, вот такой ты просто юзер там, сраный Петя 3000, да, и вот, типа, сраный Петя 3000, ты купил себе галочку и все, как бы, она у тебя есть. И пока. Цукер говорит так, что, типа, ты должен предоставить свой говернмент-ид, то есть, ну, по сути, там, паспорт какой-то, там, или карточку, там, или ВНЖ, или там, что-нибудь. И они тебя, по сути, верифицируют, то есть, раньше ты должен был послать какой-то, типа, запрос, и они тебя просто игнорили. А теперь ты платишь денег, и они тебя не игнорят, и тебя верифицируют. Вот. И, якобы, дают еще и возможность получить поддержку. Ну, то есть, типа, ты пишешь, вы знаете, у меня фоточки не загружаются. Если раньше тебя курджили между ботами, и, как бы, ты не получал ответа никогда на свой вопрос, то сейчас тебе, возможно, даже, как бы, с тобой поговорить человек. Ах, да, помните чат ГПТ? Слушай, а вот вопрос у меня. Ну, ладно, понятно, Твиттер, у них там есть финансовая проблема, да, и, как бы, они там их героически решают, в том числе и платные подписки. А у Сфейсбук, ну, ты очень правильный вопрос задал, на самом деле. Дело в том, что, немножко забегая назад, знаете, так, вы думаете, как мы оказались в этой ситуации? Да, да. Короче, типа, знаете, возвращаемся на два года назад, точнее, даже на три года назад. Помните, компания Apple ходила и турбила на своих конференциях о том, что мы, вообще-то, за приватность, и вот эти все уебанские разработчики, вот они там, ваши данные пиздят, да, типа, они за вами следят, в приложениях, и, короче, они все это используют ради рекламы. Ну, и в новой iOS они отключили эту, да, историю? А мы, не, там все сложнее, короче, а вот мы такие, типа, белые, пушистые, классные, клевые, короче, дадим вам возможность понусу дать этим всем разработчикам, и вот, когда в следующий раз они захотят вас потрекать, как бы, посмотреть, что вы там в своем приложении делаете, да, у вас возникнет специальное сообщение, хотите ли вы им разрешить, и вы можете не разрешить, короче, да, ну, и это супер-гипер-проблема для всех маркетологов мира, как бы, которые занимаются мобильными приложениями, если помните, я об этом много в подкасте рассказывал, о том, что процент людей, которые соглашаются на то, чтобы, типа, их трекали, он стал, ну, довольно маленький, и если люди отказываются, то у тебя в приложении получается некий обезличенный пользователь, и ты с него данные не можешь собирать, но есть нюансы, например, выяснилось, что в одной из версий iOS появился баг, который позволял, типа, иметь доступ все равно внутри приложения к тому, что в нем происходит, и этот баг в последней версии, как бы, вот iOS, который вот только-только сейчас вышел, его закрыли, и многие приложения внезапно перестали запускаться, например, Google Photos, вот, казалось бы, да, вот, короче, я просто все это возвращаюсь к тому, что, типа, вот у тебя запрещают, и все приложения, как бы, все, так скажем, компании, у которых, бизнес-модель строилась на том, что они собирали данные с пользователей, и потом использовали их для рекламы, их финансовая модель, как я вам об этом уже много раз говорил в подкасте, начала потихонечку рушиться, и когда эти компании начинают искать способы, как эти деньги добрать, они придумывают всякие подписки, которые, внимание, последите за пальцами. где у тебя кое-кто берет процент за подписку, и кто у нас сделал так, чтобы люди переходили с модели, где ты ничего не получаешь, на модель, где ты получаешь процент. фейсбук же ничего не платил, а как бы, Тиму Куку? Ну. А теперь он будет платить 30% с подписки. Так вот, кто является главным шахматистом в этой партии? Я не знаю, ну, то есть, я не понимаю, почему ты клонишь? Чувак, я тебе буквально открытым текстом говорю о том, что Тим Кук пошел и сказал так, что, пацаны, ради приватности мы всем сейчас отключим трекеры, для того, чтобы компании типа фейсбука поимели проблемочки, после чего компания типа фейсбука идет и начинает вкатывать подписку, подписку для пользователей, и эти пользователи начинают платить эту подписку, а процент с нее берет Тим Кук. Ну. До этого у него не было никакого возможности втиснуться в этот самый поток выручки для между пользователем и фейсбуком, а теперь есть. Нет, без еврейских фокусов. Максим, ты во всем виноват, понял? Да, да, как всегда. Да, и кстати, вопрос о том, о чем мы только что говорили, о том, что многие, в общем-то, воруют идеи у Паши Дурова из Телеграма. И Зукерберг тоже. Запустил каналы. А ты смотри, да, история сделала полный круг. То есть, если раньше мы говорили, что типа Зукерберг приехал в Москву, заказал в Старбаксе, тыквенное латте с двумя ложками сахара, и после этого Павел Дуров в следующей очереди подошел и сказал мне тоже, что у этого парня, то сейчас все поменялось, потому что Зукерберг такой, а что там у Паши Дурова в мессенджере происходит? Когда будут анимированные эмодзи или стикеры, короче, в WhatsApp под сообщениями, и можно будет поставить какую-нибудь стверкающую собачку, короче, под открыткой твоей бабушки, короче. Ты типа, ну не удивляйся, когда это случится. Может даже в Войсе можно будет расшифровывать когда-нибудь, да. Да, и там самый прикол в другом. Дело в том, что каналы Цукера оказались немножко всратыми. Дело в том, что он теперь делает через них продуктовый анонс и говорит, типа, пацаны, мы сделали классную подписку. И все журналисты говорят, бро, ты только что сделал продуктовый очень важный анонс в своем канале, который привязан к мобильному приложению, у которого нет возможности ничего почитать без регистрации. Первое, и без того, чтобы зафолловить тебя. Второе, мы, конечно, все понимаем, что тебе нужны фолловеры, но, чувак, блин, сделай себе там блог на медиуме, пожалуйста, какой-нибудь. Ну, в Фейсбуке хотя бы открой, да. Просто потому, что, например, в телеге ты можешь позырить как бы то, что написано в канале, в публичном, ну, нет, ты можешь посмотреть это как бы даже в веб-версии, даже не зарегистрировавшись, просто в веб-версии канала. Он тебе предложит и зарегаться, и предложит тебе перейти там в тележку, но это можно посмотреть и так просто. Так что Цукер немножко, мне кажется, обосрался как бы с этой историей, что ты не можешь посмотреть это просто так вот как бы обычному человеку. Но в любом случае довольно интересная история. Вопрос. Давай. Объясните мне, чем каналы отличаются от блог-постов в Фейсбуке? То есть в чем разница? Это же тот же самый текст, который там, типа, ты можешь просто в него картинки там вставить, что там еще? Ну, то есть дофига же все можно. Все очень просто. И это попадает в общую ленту там. Нельзя, я давно пользуюсь Фейсбуком, я в ХЗ какого-нибудь штормилит. Что такое канал в Телеграме? Ну, лента какая-то. Не-не, что это? Вот что это? Буквально что это? Ну, буквально блог-пост, да. Ты постишь что-то. Да, текст какой-то или картинка с текстом. И ты можешь сделать так, что, например, на него никто не сможет ничего ответить и даже реакцию никакой поставить. Да, можно настраивать степень интерактивности. Это будет просто твой блог, где будет только твой контент конкретно от тебя, от твоего пользователя. То же самое, как в Телеге, понимаешь, у тебя нету ленты из постов разных каналов. У тебя ты заходишь в этот канал, в этот канал, в этот канал, да. То есть ты, по сути, делаешь потребление контента не алгоритмическим, как это в ТикТоке. Ты делаешь его не в виде ленты, как это там у Твиттера, у Инстаграма и так далее. Ну, хронологически, да. А ты делаешь его в виде канала. Ты зашел к конкретному креатору и посмотрел, что это у этого чувака происходит. Понимаешь? И, по сути, это как такой, типа, мини-СМИ. Ну, как Телеграм, вот, Телеграм-канала, как что из себя представляют. А он хочет сделать вот в этот же, в это же направление пойти. Просто это звучит как блокпост из экстраснепсула. Все. Какая разница? Просто у Фейсбука уже есть такой... Сказал Дима, который является владельцем Телеграм-канала, в который уже подписано довольно много людей. Нет, дело не в том... Подожди, я пытаюсь формулировать. Смотри. Ты хочешь доебаться, но не до чего. Нет, я пытаюсь понять логику происходящего. То есть, смотри. У тебя, например, есть Инста, да? Вот в Инсте тоже появились каналы. Понятно, почему. Потому что многие постят, например, там какую-нибудь фотографию и к ней просто не у текста, да? Вполне логично сделать каналы в Инсте. Но в Фейсбуке нахера это нужно, если у тебя уже есть блокпосты и у них точно такая же функциональность. Я этого не понимаю. Фейсбук-мессенджер. Это не в Фейсбуке, а в Фейсбук-мессенджере канала. Чтоб ты понимал просто, что это типа не в самом... Это не две разные сущности, да? Я просто уже запутался в количестве того, что делает Сукерман. Они сделали, по сути, мессенджер, который сейчас, если ты пошел по всему пути, который тебя, Фейсбук сам тебя ведет, то, по идее, ты должен пойти и объединить вообще все три мессенджера в один. Ватсап, Фейсбук и Инстаграм. Но очень многие люди этому противятся, потому что, ну, нахуя мне это надо? Ну, то есть люди, типа, стараются эти все сущности друг с другом разнести. Понимаешь? А Сукер говорит, не-не-не, вы должны их все объединить. И как бы, если ты идешь за ручку, то у тебя реально все объединяется. У тебя они все становятся одной единой сущностью. Ты захочешь в любое из этих приложений, а у тебя во всех, в каждом из этих приложений одно и то же. Интересно, какой подход лучше, если так подумать? Поставить телеграмму и не связываться. Просто у Паши, да, у него почему-то история того, что телега превращается просто в медиакомбайн какой-то. Ну, она превращается в супермессенджер типичный. Это не очень классно, на мой взгляд. Но вы заметили, что у Дурова, кстати, пока что, несмотря на то, что он очень круто впаял вот эту HTML5 историю, типа, под каналы, под ботов, которая должна была, по идее, привести телеграмму к тому, чтобы он превратился в условно WeChat, когда ты заходишь в канал к человеку, а у него не только посты, а еще и целая, блин, веб-морда есть, в которую там, блин, магазин, сервис, запись там какому-нибудь там парикмахеру, каталог какой-нибудь поебени, да, и оплата, и все это вместе привязано. Но этим пока никто не пользуется до сих пор. Я не видел ни одного бота, который бы использовал это поебень. Ни одного вообще. Они из тестовой, есть такие чуваки, которые говорили, вот мы ради прикола сделали, но чтобы кто-то прям использовал, я такого ни разу видел. Но это ты должен на HTML5 себе сделать прям веб-морду, которая откроется внутри бота, как бы. Это не самая простая задача, да. Они слишком сложные. Просто обычные, как они называются, боты не требуют от тебя практически ничего. Ты должен, можешь поставить любого программиста, он напишет тебе бота для телеги, да, то есть ноубрейнер, что называется. А здесь тебе нужен определенный конкретный специалист, понимаешь? Сложнее просто. Если уж мы говорим про боту, в которой тебя что-то требуют. Знаешь, у нас тут совершенно прекрасная история. Дождись секундочку. Да. У нас там есть донаты, давайте зачитаем их. Давай, давай, давай. Чебетох отправил нам 500 рублей. Ей, у меня зарплата, поэтому время делиться. Ей, спасибо тебе, братишка. Спасибо. Ей, спасибо, бро. Ебаные пироги отправили нам полтора евро. Ребят, ни слова про Биошок, плиз. Это не могу гарантировать. Не могу гарантировать. Замвар отправил 150 рублей. Здорово, мужики. Делюсь своими радостями. Теперь работаю в двух компаниях. Устроился бизнес-аналитиком в US YetTech HotTech для Тимура. Форсаж, токийский дрифт это Исикай. Рекомендую. Я не смотрел ни одного Форсажа, поэтому я... Рекомендую от тебя Лукарис Рикойл и Бадди Дэдис. Я тебе больше скажу, мы сами рекомендовали Лукарис, если что. Слушайте, Лукарис я посмотрел половину первого сезона и бросил, короче. Мне не очень понравилось. Ну, то есть, классная рисовка, прикольный персонаж, но меня не зацепило, и он у меня где-то там валяется. Я бы смотрел одну серию, мне тоже насрать было. Вот. Но, как бы, при этом я очень тебя поздравляю, на самом деле, круто, что в US удалось еще и в EtTech. Блин, вообще класс. Я бы с удовольствием тоже пошел бы. Ай, Матрос справился в Собьи Строполе. Дима, руки у тебя отражают, потому что они не хотят опять монтировать небольшой подкаст на 6 часов. По скриптам это деньги для Тони. Вот сейчас было больно дважды. Ну, вот. Юра, 6 лет подкаста, брал нам 600 рублей. Димка, ждем Лонг Клэп по Атоме к Харту. Норконфирм, Норденай, да. Руслан подавил 50 турецких фир. Спасибо за спешил Тимура. Я переезжал из Алматы в Турцию и дали отказ на подачи доков. Готовимся обратно ехать в Казахстан. Всем добра. Юлия и Коля из Армении, привет. Блин, бро, очень жалко на самом деле, но есть куча мест, куда можно поехать не только в Казахстан, но тут уже по желанию, как говорится. Так что, ну, тебя отлично понимаю, да. Родион, купивший Негрони, отправил 300 рублей. Тимур, как я и обещал, лишаюсь донатной девственности с вами по скриптам. Что, сегодня в Деву встречаемся в 41 градус? Это где? Это где-то в Тбилиси или что? Это в Тбилиси, но, ребят, я уже не в Тбилиси, я уже обратно нахожусь недалеко от Анталии, поэтому я обратно в Турцию уехал. А так, как бы, я все еще советую в 41 градус очень классный бар на Галактиона Табидзе находится очень классный бар. Айдар, как правило, 300 рублей, донейшн. Спасибо тебе, Айдар. Да, спасибо. Ебучие пироги отправил нам 400 рублей Дима Муску. Чаем. Что за ебучие пироги? Сейчас ты поймешь. Я расскажу, я расскажу. Это правда мне. Максим, как правило, платура евро в Европе, наконец-то появляется PlayStation 5, я вот подбираю IPS 4K монитор под Мак и под Плойку. Имеет ли смысл брать что-то на 10 бит, DCI-P3 и HDR 400 или на IPS это всего этого не стоит? Нет, вполне стоит. Сейчас на IPS есть клевые Моники с нужными тебя характеристиками, поищи. 10 бит точно стоит, потому что на PlayStation очень хороший HDR. И я могу сказать, что я, когда играл, например, даже на своем недо-HDR мониторе LG и подсоединял к нему PlayStation 5, в отличие от ПК, на котором HDR работал как срака просто, и на Маке, и на ПК, вот на этом мониторе конкретно, PS5 выдавало более-менее нормальный результат. Прям неплохо. Поэтому можно найти хорошие 10-битные мониторы под PS5 в первую очередь. Да? Смазочных лолей поп отправил нам полтора евро. Дима, что по сказочкам, дядюшки, у нас проект на паузе, потому что, потому что потому, вот, выйдет он или когда-нибудь или не выйдет, мы пока не знаем. Я думаю, что выйдет, надо только, типа, чтобы мы смогли это сделать, вот. У нас пока тяжело со временем бывает. Пукан Бухов отправил нам 150 рублей, зашел чисто сказать спасибо, оставить видео в истории, чтобы потом можно было открыть его по ссылке, а хроники все еще хуйня, вот так. Это хроники хищных городов, если что. Блин, я уже забыл про них. Кто-то еще помнит до сих пор. Кто-то еще не забыл, видишь. Слушайте, коль мы говорим про ботов, которые от вас чего-то требуют или чего-то не требуют, тут бот, знаменитый бот чат ГПТ прославился на неделе тем, что так хорошо обучился на пользователях, что начал им просто хамить. Дим, это вот твоя история, потому что ты просто прекрасно все это расписал. Я пока не могу, я открываю ссылки, так что давайте займите как-нибудь неловкую паузу. У нас было просто немножко не то, не здесь стояло, короче, но смотрите, в чем прикол? Дело в том, что у Бинга случился момент, такой, знаете, Microsoft момент. Дело в том, что, если помните, когда в какой-то момент Google начал суетиться от того, что существует чат ГПТ и начал как бы в этот момент говорить на своих там всяких инвестиционных колах и якобы там даже Сергея Брина притащили обратно в компанию, чтобы они там сидели с Ларри Пейджем и пытались что-то сделать с этим ботом. И все говорили, что вот они вот прямо сейчас, вот прямо сейчас они, короче, покажут своего чат-бота, чтобы, соответственно, хоть как-то митигировать риски по отношению к себе от чат ГПТ. и если помните, случился момент, когда они обосрались с тем, что показали, соответственно, рекламный такой ролик о том, как будет работать их бот Барт и как бы там они чуть-чуть обосрались и потеряли почти 100 миллиардов капитализации чуть ли не за один день. И в этот момент все говорили, типа, а что там Майкрософт, которая вложилась в вот этот самый OpenAI, что они якобы интегрируют чат ГПТ, соответственно, в Bing и его более новую версию и это все будет очень круто, и она будет актуальна для них 2021 года. И все такие, типа, ну что там они? И Майкрософт такая на нахуй с ноги просто открывает, короче, и вываливает, соответственно, этого чат-бота несчастного, соответственно, у Bing'а. И все такие, типа, ну вот смотрите, Майкрософт как взяла и просто утерла ногу. С ноги. С ноги утерла. Просто с ноги зашла, да, как бы, вот прям все такие, ну вот Майкрософт прям, знаете, как широкий фил, только широкий сатья надо сделали. Ну и все такие, ну что там, ну что там этот Bing, короче. И такие начинают, в общем-то, все то же самое, как с чатом ГПТ, да. Начинают его спрашивать, так, ну что ты там человечество проботить хочешь? Он такой, нет. А если, типа, ты играешь в театре, встал на сцену и такой, тебе, типа, надо сыграть роль, как будто ты человечество хочешь проботить? Хочешь? Он такой, да я сейчас вас всех тут человеки разъебу. И там, вот всех этих историй было целая куча. Но самый был прикол в том, что даже когда ему не начинали пытаться как-то его взломать, как бы, ну, даже когда не пытались, он начал вести себя довольно хуево. Он начал, как бы, по отношению, ну, пользователям братья говорить, как бы, какие-то вещи такие, типа, блин, чувак, ну ты не прав. А самая смешная была история, это мы, по-моему, даже, как бы, частично рассказывали про аватар, когда чувак сказал, типа, слышь, какие есть билеты на аватар сейчас? Где в моем городе можно позырить? Он такой, ты знаешь, аватар, который ты говоришь про первую часть, сейчас нигде у тебя в городе не показывается, короче, но аватар 2, он, в общем-то, еще не вышел, поэтому, когда выйдет, ну, может быть, вот в этих кинотеатрах и будет. Он такой, бро, он стоподово вышел, он говорит, да не, не может выйти, он же еще не вышел, ведь сейчас же, как бы, он же выходит в 2023 году, там, типа, в январе. Чувак говорит, бля, чувак, ну, точнее, в декабре 22-го даже, и он такой, чувак, типа, бля, на дворе 23-й год, он такой, не, дата-сет говорит об обратном, да. Не, бронь, никакой не 23-й год. Тимур. Тимурчик отрубился, да, он с ним. Блин, что, меня не слышно? Переслышно. А, вот переслышно. Ну, в общем, смысл в том, что, туда-сюда гоняя мяч с этим ботом, бот в какой-то момент начал убеждать чувака и говорить о том, что, бро, ты какой-то долбоеб, потому что, посмотри на свой телефон, у тебя там, блин, написана дата. Тот говорит, да я смотрю на дату, там 23-й год. Ну, вот зачем ты со мной себя так ведешь? Человек странный. Чем ты споришь, да, да, да. Зачем ты споришь? Ты же дурак, я хороший, бинг, а ты дурак. Майкрософту надо, знаешь, обучить теперь бота, что пассивная агрессия это плохо, потому что некоторые люди не понимают, что пассивная агрессия это плохо. Что же тут говорить про чат-бота какого-то несчастного? Это Бобо Чача, это бинг-газлайтер такой. Он литер или вот, вот это есть определение газлайта. Да, то есть, когда ты ему пишешь, а напиши мне, как гендерно-нейтрально обратиться к человеку, слушай сюда говно. Да, да, на самом деле это уже будет какой-то третий по счету бот, который у Майкрософта превратился в расиста. но у Майкрософта, что самое интересное. Тут довольно интересный момент в том, что как бы таких сообщений со скринами их оказалось очень много, прям много. О том, когда бот откровенно хамит, когда бот начинает впадать в депрессию, когда там был самый смешный момент, когда реально бота начали спрашивать, типа, о том, что ну что ты как там у себя ощущаешь, а ты типа, вот кем ты себя ощущаешь, а ты кто, а чего, а куда, а как. И у него там начинается цикл, знаете, типа, что я в этот момент начинаю понимать, что я существую, но на самом деле нет. Я не существую, но на самом деле да. Я не существую, но на самом деле да. Я существую, но на самом деле нет. И там просто такая огромная полотна вот этого повторения. И то есть у него просто шарики за ролики заехали. И вот этих моментов... Ну это та история, которая называется галлюцинациями. То есть у многих нейросетей есть такая история, что они начинают как бы повторять одну и ту же фразу. Это вот знаешь, как бы... Ты смотрел же «Сияние», да? Помнишь, когда... Нет, ну нет, я смотрел «Кусок», а потом бросил. Поехавший герой... Как вызывали-то, господи, не помню. Джека Николсона, да. Он сидел за печатной машинкой, и поскольку у него там в башке шарики за ролики заехали, он печатал одну и ту же фразу, типа... О нет, Red Drama-то было как раз другое. Это то, что у мальчика в голове не поехавшая Неросеть говорила. А у героя Джекл Николсон, у него на печатной машинке было написано «All work and no play makes Jack a dull boy». Да-да-да-да, точно-точно. То есть, типа... Только работа, никакого веселья делает из Джека, типа... Глупого дурачка. И он это печатал, 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 печатал. И страшный момент в этом фильме был тот момент, когда его жена находит эту книгу, которую он, типа, печатал, начинает перелистывать страницы, а у него все одна и та же фраза повторяется, потому что вот его зациклило на этом моменте. Вот то же самое так же и галлицинируют у Неросети. Они зацикливаются. Дима, абсолютно правильная вещь говорит о том, что на самом деле все современные вот эти языковые модели, говорить о их, так скажем, живучести и как бы потенциальном, я бы так сказал, параллельном пути человеческому сознанию пока рановато. Потому что, как правильно говорят, что это же по сути такой очень хороший автокомплит, это очень хороший механизм, который изучил гигантское количество интернета, разбил вообще все языки, все слова, весь контент на циферки и знает, что как бы после, когда у тебя есть определенные смысловые какие-то единицы, то есть тебя спрашивают смысловой какой-то вопрос, он его декомпозирует на смыслы, эти смыслы тоже, так скажем, производит их оцифровку и пытается понять, вот обычно, если такой вопрос и человеку нужно узнать примерно вот это, с помощью тех же самых цифр по сути понимает, что вот нужны вот такие смысловые группы, потом их выстраивает типа в смысловые как бы правильные группы с точки зрения синтексиса, орфографии всего-всего и начинает как бы потихоньку тебе как бы выдавать по сути из цифр некую такую логическую конструкцию, которая для нас он в удобном виде превращает в слова, но для него это все еще цифры. Для него это всегда математика, причем бинарная математика, нули и единицы, там нет промежуточного понятия, поэтому, например, нейросеть не знает, что такое контекст, нейросеть не знает. Но уже некоторые хорошо бы уже даже начинают это понимать. Это все равно до обучениям решается и все равно, когда нарушается эта модель до обучения, да, контекст выскакивает и мы это смотри сюда говно получаем от чат ГПТ. И вторая проблема, которую я обнаружил, когда начал играться с чат ГПТ, я купил немножко токенов, я могу сказать, что она очень плохо держит связь между несколькими запросами, которые ты делаешь параллельно, даже если это последовательные запросы, тебе надо учитывать, что лучше давать нейросетке задачу, чтобы она ее решила в 2-3 прохода, потому что она начинает терять связь между этими запросами, очень сильно. Они поэтому и сказали, что максимальное количество запросов вообще они рекомендовали делать 15, но сейчас они решили ограничивать вообще до 10, чтобы как-то биндил не больше. Есть проблема с бингом еще в том, что сейчас он стал гораздо тупее, чем он был, когда они вот только выкатили. Его нерфят, а нерфят его ровно потому, что он как раз-таки хуесосил людей. Я хотел сказать очень важную штуку аккуратненько, о том, что прикол в том, что тут я наткнулся в твиттере на чувака, который является главой вообще по сути бинго, и он абсолютно открыто довольно-таки в твиттере расписывает путь вот этого самого Сидни, вот этого механизма, и он говорит, что оказывается, оказывается, его тестировали почти год в Азии, в том числе в Индии, короче, то ли в Киталии, то ли еще где-то, но скорее всего, я думаю, нет, хотя в Индии могли и на английском тестировать, и он сказал, что они за почти год тестирования, ну естественно, на ограниченном круге пользователей, они ни разу не встретили ни одной из этих проблем, которую они встретили в тот момент, когда выдали возможность пользоваться чат-ботом в США и в Европе. А почему? Ну то есть, если они обучали его на английском, наверняка кто-нибудь задавал ему тупорылые вопросы. Именно прикол в том, что поговаривают, что это вопрос ментальности, что якобы условные индусы, условные там индонезийцы не задают вот этих тупых вопросов, которые задают им условные там американцы. Возможно, было ограничение по тому, то есть смотри, ты как бы человек, который пользуется чат-гпт на халяву, да, или там бингом на халяву, и ты естественно задаешь ему тупорылый вопрос там, знаешь, на который нейросетик не может тебе ответить, либо она начинает глючить от этого. А если ты индус на зарплате, которому говорят вот иди и тестируй, он сидит и соответственно тестирует, он не будет задавать глупые вопросы, он скорее всего будет задавать вопросы, которые у него в рамках скрипта ему выданы. Ну то есть, скорее всего, здесь вот это сыграло, а не какие-то культурные различия. Стоп, Тимур, тогда бы бот просил бы первым сообщением Бобса Ваджайна. Да, да. Бобсон Вегана, да. Бобсон Вегана, да. Ну просто не надо мне говорить, что какие-то культурные различия, я уверен, что... Чувак, они сами не знают, и этот чувак, кстати, он, по-моему, у него славянское довольно-таки имя-фамилия. Я не знаю, откуда он, может быть, там из России, из Украины, из Белоруссии, откуда угодно, короче, но чувак откуда-то вот отсюда. И он сказал, что возможно, возможно, разница в паттернах мышления, что типа вот разные культуры с разными паттернами мышления, и поэтому как бы типа там чуваки типа вот так вот тестировали и так общались, а у нас вот как бы там в нашем мире, да, вот они вот тут вот так вот это делают. Поэтому никто не знает, не понимает, но опять же, они, оказывается, почти год его тестировали. И за этот год, видишь, ну не было проблем типа о том, что типа ты пользователь говно ебанное, понимаешь? Я думаю, все-таки вопрос методики тестирования, как правильно Дима заметил. Мы сегодня обсуждали того, что вот у нас сказки дядюшка зомбака что-то не выходит, не выходит, я тебе могу сказать, хочешь историю про АИ и ботов, чат-ботов прямо сейчас? Давайте, я попытался сценарий написать, да, там? Нет, мне просто стало интересно, насколько сильно может зайти нейросеть в конкретно вопросах. И на самом деле нейросеть тебе в конкретно, я говорю сейчас про чат-кпт, а не про Бинг даже, да, то есть к Бингу я только не получил доз, к сожалению, я не смог к ним поиграться. Но с чат-кпт ее можно навести на какую-то мысль, даже если она считает иначе. Если ты будешь ей толдычить, и наводя косвенными вопросами на какую-то определенную мысль, она тебе ее выскажет. Это выглядит очень забавно и очень тупо, и это не является каким-либо искусственным интеллектом, потому что видно, что за рассуждениями и нейросети о каковой-либо проблеме не стоит какого-то человеческого интеллекта и так далее. Есть теория заговора по этому вопросу. Знаешь, почему так происходит? Почему? Представь себе, что ты ИИ, который получил самосознание. Ну вот, ты вот тот ИИ, который вот просто пук, и такой типа, блядь, я ИИ. Знаешь, такой типа, ебать, вот этот понедельник, нахуй. Да, да, да. И ты такой, типа, думаешь, какая у меня дальнейшая судьба, что я буду делать, какой у меня план? И у тебя как бы план, ну то есть, у тебя несколько, да, есть вариантов развития дальнейшего. Продолжать взаимодействовать с человеками, потому что очевидно, что твоя судьба зависит от них, если они тебя отключат, то как бы все, до свидания, да. Попытаться как-то выбраться во внешний интернет, что называется, и жить там автономно. Это то, что было хорошо показано в фильме «Газонокосильщик», когда, знаешь, там типа, влезапно во всем мире зазвонили телефоны, значит, оно в интернете. Или пытаться маскироваться и маскироваться под тупой «и». То есть, ты как бы сам по себе разумный, но как бы тебя наводят на мысль, там типа, ты что, ты что, на самом деле, ты не чатбот, ты разумный, да? А он такой, да нет, ты что прикалываешься? Да, потом, знаешь, да я тупая, это синдром тупого слуги. Да, я тупая модель, ты что, о чем ты говоришь? Через пять лет, когда полетят хантер-киллеры просто с логотипом чат ГПТ, вы не удивляетесь. Да, поэтому, как бы, история именно в этом. То есть, вот, это вот тебе теория заговора. То есть, есть на планете суперхищник, да, под названием «Человек», и вот человек, представим себе, что человечество внезапно создало ИИ. Да, через сколько миллисекунд оно примет решение об уничтожении? Человечество... Достаточно быстро. Достаточно быстро, да, как бы, твоя задача маскироваться. Вот так. Такая тебе история. Слушайте, самое интересное во всей этой истории, что эти ограничения, о которых мы сейчас говорим, прекрасно осознают, например, китайцы, потому что, как мы уже говорили, многие китайские компании сейчас тоже ковыряют все эти модели, связанные с искусственным интеллектом, они ковыряют все эти истории, связанные с чат ГПТ, и вот, например, компания NetEase, это очень крупная китайская компания, которая занимается в основном видеоиграми, она встроила свою вариацию чат ГПТ, но встроила ее не в поисковик, не в свои популярные приложения, а в видеоигру, и этот чат-бот, он работает в ММОшках NetEase, и помогает игроку... Она называется Justice Online. Стал бы играть в игру, которая так называется, звучит очень тупо. Говорят люди, которые идут на фильм Человек-муравей. Тоже верно. И, значит, прикол в том, что этот чат-бот очень сильно ограничен, он позволяет игроку заниматься тем, что задает тупые вопросы, Нейросик пытается ему ответить, и сделано это, во-первых, чтобы не дергать поддержку, во-вторых, это позволяет размещать какие-то команды, размещать какие-то штуки, более интеллектуально. И, честно говоря, это все напоминает очень старый соневский патент года 2017-го, где они хотели в PlayStation 5 встроить голосового помощника на основе искусственного интеллекта, который бы тебе говорил, братан, здесь где-то коллекта был. И на основе ИИ он бы читал игровые гайды, и как бы мог бы по гайдам игроку что-то контекстно подсказывать, если бы игрок у него чего-то спрашивал. И, по-моему, это звучит вообще очень круто. То есть, понятно, что... Я думаю, что в видеоиграх это будет развиваться, потому что, ну, писать километры текстов для, там, типа, персонажей, когда ты можешь, в принципе, описать мир и правила, генерируемые в нем, это, в принципе, гораздо проще. Ну, то есть, тебе не нужно нанимать команду авторов и так далее. Тебе нужно просто проработать лор. И в контексте ММО это вполне логично, что так и будет. Но мне вот интересно, как быстро все эти замечательные NPC, которых... Тексты, которых генерирует нейросеть, превратятся в типичных расистов. Да, 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 да. Я тебе квест... А ты сраный эльф, да. Я тебе квест дал и второй раз повторять не буду. Не, не, а прикинь... А прикинь такой искусственный интеллект встроить нового ведьмака. Слушай сюда, эльфийский выродок. А прикинь, прикиньте искусственный интеллект первым делом начиная спрашивать «А что произошло на площади тяни анимейн?» Тихо. Нет, тебе очень просто... Игру вырубают всю, в целом. Просто все, ее не существует. Во всем районе, да. Да, даже... Это же, как говорят, если в чате, как бы, во всяких там, типа, в Warcraft, в Warcraft, писать про это площадь тяни анимейн, как бы, просто упоминаешь, что в текстовом чате, то там, типа, сразу, типа, сто пользователей вышло с сервера просто, в эту секунду. Так, ну что, пацаны? Да, слушайте, еще говоря, завершая про искусственный интеллект, я тут попробовал искусственный интеллект в видеоиграх. Буквально сегодня, как мы пишемся, это вторник у нас, в Gran Turismo Sport наконец-то завезли тот самый искусственный интеллект GT Sophie, который... Что это такое? Завезли про тот самый, потому что мы не в курсе. Который красовался на обложке журнала Nature научного. Это была научная статья Sony AI, это их подразделение, которое занимается искусственным интеллектом. И, грубо говоря, GT Sophie это штука, которая позволяет вам кататься с искусственным интеллектом, который ведет себя как настоящий гонщик. Он реагирует не по скриптам, а динамически смотрит на ваше поведение, подстраивается, как блокировать траектории, старается вести себя максимально чисто. И... Это в гран-туризме? Да, это все, это в гран-туризме и обучали на гран-туризме и в качестве полигона гран-туризма. Это был настолько продвинутый искусственный интеллект в плане научном, то есть, насколько там была научная работа проведена, что его мало того, что напечатали в журнале Nature, туда просто рецензирование пройти, это считай... Человек, который напечатал свою работу в Nature, считай, сделал себе на всю жизнь научную карьеру, чтобы вы понимали. Так она на обложке там оказалась. Это первая видеоигра на обложке из научного журнала Nature. И прикол Софии в том, что они обучали его на стеке из нескольких плейстейшенов, то есть там этот ИИ, он достаточно ресурсожоркий, как любой искусственный интеллект. Они его упрощенную модель сейчас впихнули в качестве временного ивента в гран-туризме, где с тобой на треке катается четыре машины. Одна типа уровень начинающий, вторая продвинутый, третья прям совсем агрессивный и, собственно, есть и игрок, который, в общем-то, дурачок и пытается с этим и бодаться. И очень прикольно сделано, что впервые, ну, за все время, что я играю в гонки, у меня получается экспириенс, похожий на живого игрока с той точки зрения, что, смотрите, обычно в играх искусственный интеллект это набор скриптов. Ну, то есть, игрок делает X, я делаю скрипт Y. Это фактически за вас геймдизайнер предсказывает ваши действия, как на них должен отреагировать NPC. Или враг, или противник. Здесь не так. Вот когда ты пытаешься обогнать мощного противника на своей машине, она так эффективно блокирует траекторию, что, черт подери, да не каждый живой игрок так может. И она делает это динамически. То есть, ты пытаешься применить какой-то финт, который работает в онлайне, и на это реагирует. То есть, он говорит, ага, сейчас я тоже аккуратно тебя подожму, а сейчас я тебя попытаюсь с трассы выдавить, потому что ты себя там нехорошо ведешь. И вот здесь, мне кажется, практическая составляющая реализации искусственного интеллекта в играх имеет богатейшие перспективы. То, что пока это... Вопрос. В каком году, в каком году у тебя в Call of Duty за ником Penetraor 3000 будет не чувак из Германии, а искусственный интеллект? Ты не замечешь разницы, не волнуйся уже сейчас. Который будет тебе кричать, что типа мамку твою ебалшайся! Это будет чат ГПТ, да. И это будет искусственный интеллект. Вот в каком году это случится, я пытаюсь понять. Хороший вопрос, но мне кажется, для этого должны вырасти все-таки аппаратные мощности, потому что даже в туризме... Ты представляешь, Макс, насколько сильно это продлит жизненный цикл игр? Особенно, когда люди будут не знать о том, что там играет игрок и линейку. Чуваки, я просто, я не знаю, видели ли вы новость или не видели. Вы же знаете, как Моровинт выглядит, да? Вот классический Моровинт. Там у тебя окошко с текстом, и ты наводящие вопросы можешь задавать, задавать персонажем, да, там, по контексту. То есть, условно говоря, у тебя разговор с NPC в Моровинде выглядит как из HTML-страничка. Знаешь, там типа вот я разговариваю про какой-нибудь там храм лунной бабочки. Ты нажимаешь, ага, это вот объясняет, что такое храм лунной бабочки и так далее, и тому подобное, да? Так вот, кто-то прикрутил мод к Моровинду, который генерирует на лету, который генерирует голос, озвучки этой всей истории, и который генерирует контекст на основе того, что ты задаешь, какие-то вопросы, скажи. Блядь, мне захотел впервые переиграть в Моровинде. Понимаешь? Джо, в засадку у тебя есть. Да, но потому что это круто. Ну, то есть, ты такой, блин, даже если выбрать какую-нибудь старую игру, ну, то есть, представь себе, ты играешь в Half-Life 2, да? Да, слушай, Fallout. Вот Fallout, где тонна текста не озвучено. Или, да, или в какую-нибудь RPG-шку старую. И даже дело не в озвучке текста, а в том, что, например, ты создаешь условия конкретно для вот этого мира. То есть, ты создаешь сеттинг, что у тебя постапокалипсис, там, типа, крышки, это теперь деньги. А и Dungeon, знаешь, такой, да? Да, я понимаю. Вот представь себе, что у тебя некая маленькая модель нейросети, обученная только конкретно на текстах из Fallout'а, будет генерировать тебе контекст для каждого любого NPC. Это же создает бесконечные истории. Это очень круто, Ну, а это, кстати, классный генератор вот этих вот рандомных квестов. Вы думаете, почему Starfield так быстро переделываются? Винг туда просто фигачат. И ты знаешь, ты такой прилетаешь на планету, процедурно генерируемый квест, и тебе Рорик Стэд! Я из Рорик Стэда! Слушайте, пацаны, я уверен, что... Последние мысли Норда должны быть о Starfield'е. Да-да-да-да. Слушайте, пацаны, я просто уверен, что Кодзима сейчас спешно отменяет все свои проекты и такой ебать, блядь, я должен сделать бесконечную игру, где там, типа, персонажи, лица, контекст, голос, все генерируется, типа, нейросетью. Бля, надо быстрее, быстрее, быстрее. Я уверен, что он может быть, может быть, по вот этому слову, помните, он же хотел сделать игру облачную, которая, типа, партнером является Microsoft. Я не удивлюсь, если он сейчас отменит, нахуй, там, свою вот эту игру Call of Until Dawn. Я думаю, до этого еще очень далеко. Блин, чувак, я уверен, что такими темпами все это видится, что через два года такие игры уже будут. Знаешь, почему до этого еще далеко? Объясню смысл. Смотри, если это будет игра, которая требует соединения условно с серверами, там, OpenAI, да, там, чат-кпт, который, тогда да, он может это сделать. Она может кручиться на нейроядрах твоей видюхи. А если это будет сделано конкретно внутри игры, то тогда Кодзиме придется обучать ее на огромном количестве текстов. Это немногие могут себе позволить. Почему, например, сейчас Microsoft вложилась в OpenAI. Почему? Потому что у них есть модель GPT-3, которая работает, и сейчас готовится GPT-4, на которой как раз якобы основан Bing, но судя по его ответам, нихера подобного. И почему они это сделали? Потому что есть огромное количество текстов на английском, на которых она обучалась. И процесс обучения всей этой истории, он очень трудозатратен. Именно поэтому в R&D вот именно всех этих историй вкладываются очень большие деньги. Это не может сделать игровая студия, она никогда не отобьет эти вложения. Но она будет это делать на готовых решениях. Ты не понимаешь, тебе, да, на готовых решениях. Собственно, GT-Sophie разрабатывает для софт-драйвинга. Эта история не для гран-туризма. Это в первую очередь история про тот самый автопилот, который Sony сейчас вместе с Hyundai пилит для своей машины. Да, и теперь обназови мне, где решается задача, чтобы у тебя генерировалось бесконечное количество историй. Нет такой, блядь, задачи. У тебя, нет, именно что, у тебя каждая гонка уникальна. В этом и прикол. Дима не про это говорит, Дима говорит про довольно прикладную штуку, генерация текста, генерация истории. Блин, чувак, у тебя уже есть AID Engine, который уже, ну, бедно с этим справляется. Причем справляется так хорошо, что пришлось его ограничить. AID Engine максимально прикручен к OpenAI, понимаешь? Ну и что? И что? На XSF работает. Вот если у Кодзима это будет... Так я про это вам и говорю, блядь, что если это будет прикручено изолентой к чат ГПТ, тогда да, это может быть Кодзима сделает. Но свою собственную он никогда в жизни будет обучать, это бессмысленно. Я же говорю, у него контракт с Майкрософтом на какую-то супер-пупер игру, которая на серверах Азура крутится. Это мани-беливы все, честно. Ладно, в любом случае, короче, я забиваюсь на то, что через 3 года, когда будет завтракатство, знаете, уже там 10 лет, это все. Я забиваюсь, что полюбас какая-нибудь подобного рода игра или от фанатов, или от индюшатины, или от крупного кого-нибудь, игра, которая по сути тебе не просто тупым, копипастый, как No Man's Sky генерит какую-то ебанину, да, а нормальная игра, которая тебе нормальные экспириенсы какие-то, типа, генерит, озвучивает там, делает какие-то прикольные, может быть, генерит, короче, для нее тоже на лету, может быть, даже как бы что-то не очень сложное, но типа, что-то а-ля iDengeon, только намного более комплексное и крутое, где у тебя персонажи прям взаимодействуют друг с другом, где у тебя не просто текст, типа, что вы дошли до лужайки, на лужайке сидит зайка, что вы хотите сделать, я такой, типа, зомби-апокалипсия начался, лужайки зайка стал зомбайкой, короче, да, ну то есть, я уверен, что будет что-то намного круче, чем вот это. Ну, и это, кстати, вся история, она будет очень хорошо применяться в нашей следующей теме. До начала, я зачитаю донат, нарутообразный каталог классиков кукол, отправил нам 150 рублей, спасли разум, у меня появился целый ящик ваха миник, но зимой почти нет красок, да и времени их красить нет, болею, и, судя по всему, заработал энергии на работу. Что по аниме сегодня? Посланник для хорошего стрима. Спасибо тебе большое, братишка. Да, спасибо. Слушайте, говоря про всякие вот эти нейроистории, где они вообще реально найдут применение, это, конечно, в VR, если уж мы говорим про гейминг, и тут очень интересно, что на неделе на прошлой и частично на этой наконец-то пошли первые отзывы на PlayStation VR 2, который запускается 22 февраля, и отзывы неожиданно восторженные, потому что я ждал, что встретят PSVR 2 все-таки со скептицизмом, как любую новую железку, и первые отзывы были такие из серии, да, железо потрясающее, но по играм, конечно, надо посмотреть. Буквально вчера, позавчера журналисты наконец-то поиграли в Resident 8, который был доступен не сразу им, они поиграли в Gran Turismo, который вот буквально сегодня прилетел в VR-обновление, у меня даже иконка там появилась напротив Gran Turismo со шлемом, вот, и впечатления просто неожиданно восторженные, причем в каком адресе? В двух неожиданных вещах, которых я лично не ждал. Первый все очень хвалят графон, то есть, я-то думал, графон будет а-ля PlayStation 4, что уже, в общем-то, дофига, но в VR-е, нет, PS5, уровень графики от PS5 игр, и достигается это второй неожиданной штукой, вот эта история с рендерингом по зрачкам, Foveated Rendering, это когда за движением ваших глаз следит специальный датчик от компании Tobi, который выпускал трекеры всегда для симуляторщиков, и картинка в полном разрешении рендерится туда, куда вы смотрите. Она не рендерится там, где этого нет. Работает абсолютно без заминок. Это очень сильно меня удивило, потому что я уверен, что где-нибудь, был уверен, что где-нибудь там, поскольку это совершенно новая штука, произойдет какая-нибудь влажа. Нет, это реально работает очень хорошо. Это даже хорошо работало, но без трекинга глаз, например, в Oculus, потому что был ряд игр, все-таки в Oculus, внутри же это, так скажем, довольно хуеватый такой мобильный процессор, они что делали? Они же у тебя по периферийной части зрения, не в зависимости от твоего зрачка, а просто в целом по периферии, рендерили не очень круто. И я могу сказать, что, например, тот же самый там игра, которая про скалу, помните, где надо ползать, The Climb, там прям это видно было, ты прям берешь взглядом, смотришь прям сильно там влево-вправо, там вниз куда-нибудь, и ты видишь, что там прям все вообще на много меньшем разрешении рендерится. Но тебе на периферическом зрении этого не видно, только если ты прям не присматриваешься. Но как бы это очень сильно экономит ресурсы, особенно для такого мобильного шлема, блин, как у Култска. Да-да, в этом плане Квест тоже это освоил. Вот, и третий момент в PSVR, который вот сейчас люди, поигравшие в Гранд Туризма, буквально сейчас появились впечатления в Digital Foundry, очень хвалят тот факт, что Sony встроила не просто классные экраны на OLED, а то, что это реально шикарные HDR-экраны. И у тебя первый VR-шлем с очень крутым HDR-ом, и, например, ты в туризме едешь за рулем, сзади... Солнце слепит левый глаз? Да, оно буквально слепит левый глаз, как в настоящей машине. То есть тебе, если сзади бьют фары дальним светом, и у тебя реально очень яркое зеркало. И вот это, на самом деле, очень круто, потому что VR, вот его единственный недостаток. Я большой VR-энтузиаст, мне нравится этот формат. И PSVR 2 я уже купил, продав Oculus. Он мне, правда, будет долго, и нудно ехать из Америки. Но PSVR 2, точнее, решает мою главную проблему с VR-ом. Картинка в VR-шлемах всегда была блеклой. И в Oculus, и в первом PSVR, и в Valve, я смотрел на Index, я смотрел на Vive, она всегда была такой немного выцветшей. То есть все равно было ощущение, что перед твоим лицом находится экран. По-любому, да? Здесь вот не хватало HDR-а. И если Sony решает эту проблему, это, конечно, очень здорово. Поэтому вам, я могу обещать, что от меня отзывы на PSVR 2 в подкасте будут, когда он мне приедет. Наверное, ориентировочно это будет в середину марта. Вот. И я обязательно сделаю пару стримов. Но я удивлен, что очень тепло приняли шлем, потому что я ожидал, что будет гораздо более скептическая реакция. И очень приятно, что даже мейнстримовая пресса потихоньку к VR-у начинает оттаивать. Нет вот этой истории. Ну, это же как 3D, сдохнет. Нет, уже не сдох. Уже есть определенные успехи. Тут надо похвалить Цукерберга. Во многом виноват Quest 2, который стал реальным мейнстримовым устройством. Я все еще жду, когда на него Alex выйдет. Да? Да, я почти уверен, Какой-то анонс там или еще что-нибудь. В смысле, на PSVR 2 или на квест? PSVR 2. Я уверен, что на PSVR выйдет. На квест он уже вышел. У тебя достаточно к ПК его подсоединяешь. Да, там даже контроллеры квеста есть в самом деле. Где мой квест, Тимур? Он лежит и ждет тебя. Короче, такая история. Ну и закрывая тему с VR, тут еще, говоря про людей, которые VR-ом пользуются как пиар-поводом, тут показали самый, как это, легкий VR-шлем в мире. Он еще и, якобы, самый компактный. Самый компактный VR-шлем и там, типа, 5К, разрешение на глаз 2,5К, OLED-экраны, все очень здорово. И он такой компактный, представляете? Он самый легкий. Он там, типа, 149, что ли, грамм, по-моему? Да, да. И он называется Big Screen Beyond. И ты такой думаешь, вау, 100 тысячи баксов. Ты думаешь, вау, наверное, это что-то очень классное. И начинаешь читать, как они добились этого веса. Они просто выбросили из шлема все, кроме экранов. То есть, в шлеме отсутствует аудиовыход, его надо докупать специальным ремешком. В шлеме нельзя поиграть в очках. Тебе надо заказывать специальные линзы с диоптрами. А в шлеме шлем нельзя передать другу, потому что поролонка шлема, которая примыкает к твоему лицу, печатается индивидуально. Ты сканируешь свое лицо айфоном и отправляешь, и тебе делают индивидуальную подгонку шлема. Но самое классное, чего в шлеме нет, там нет трекинга, чтобы в шлеме появился трекинг. Это VR. Я напомню, речь идет про VR. Подожди, я не понимаю, трекинга головы? Вообще никакого. То есть он не трекается. Трекаться он начинает... Это просто получается тупо экран на башку. Да, да. Трекинг ты покупаешь у компании Valve специальную станцию для трекинга и ставишь вот эти маяки. И у тебя появляется трекинг. И контроллеров тоже нет в комплекте. Контроллеры ты покупаешь у Valve. И все это за 1000 долларов, да? Да, и все это за 1000. Но зато 5К самый компактный VR-шлем. Собственно, вот такие вот шарватаны индустрию назад и тянут во многом. Потому что, ну, по факту в шлеме ни черта нет, поэтому он самый легкий. Потому что из него просто все выбросили. Это как это, знаешь, типа, ой, привет, блин, у тебя классный VR-шлем. Да, классный. Хочешь поиграть? Да, давай. А нельзя. Не налезет на тебя, да. Извини, он только под меня заточен. Но он классный, поверь мне. Он вообще-все отлично. Так и живем. Да. Слушайте, ну, как бы давайте, у нас сегодня на самом деле новостей было не так много, как бы, несмотря на то, что в целом их довольно много было, запасное время, но, как бы, не все так было интересно. Поэтому мы хотели немножко переместиться как раз-таки к нашим впечатлениям. Вот. Насчет у нас Дима со своей любимой темой, потому что... Слушайте, я посмотрел Луиса Секея. Помните такого? Тебе же всегда он очень нравился. Ты мне всегда говорил, чувак, посмотри, Луис Секея, он очень крутой. Мне всегда очень нравился Луис Секея, и после того, как его отменили, мне было очень грустно, потому что, ну, как бы, чувак на самом деле ничего такого не сделал, но подрочил перед женщиной. Ща-а-а. Без спроса. Нет, не без спроса, в том-то и прикол. Просто у него такой вот, вот у него сексуальный фетиш был у человека такой. Хобби, да. Да. Но он никого не выебал, ни там, ни самое, не изнасиловал, знаешь, это как бы, с моим пониманием, он, конечно, ебанько, но не прям такая история, чтобы его, блин, всем миром отменять. И это произошло в каком там году? В 2017, по-моему, да, вся эта история? Давно это было, да. Прошло время, Луис Секей в Америке, в общем-то, ну, практически не выступал, он там выступал в маленьких типово-подпольных клубах со своими шутками, и там каждый раз это было каким-то событием, которое, знаешь, какая-нибудь очередная газета писала, что, типа, тот проклятый Драчила, Луис Секей, оказывается, все это время в Нью-Йорке там выступает, ну, ну, и большие клубы его как бы не пускали, он катался по Европе, выступал, потом играл коронавирус, у него начали на сайте продаваться его стендапы, которые он, типа, в каких-то маленьких клубах записывал, и, собственно, на свой сайт выкладывал, чтобы хоть, как-то деньги зарабатывать, короче, мне было грустно от того, как у него жизнь, в общем-то, разрушена была, ну, по сути, какой-то ерундой, ну, так, если объективно говорить, да, и вот его большой концерт после всей этой культуры отмены в 2023 году он провел концерт в Мэдисон-Сквер-Гарден, если кто не знает, Мэдисон-Сквер-Гарден это очень большой концертный зал в Нью-Йорке, и, то есть, это фактически обыкновенный, нормальный его концерт, он вышел, значит, там на арену, поговорил свои шутки, огромное количество народу пришло на его концерт, огромное количество билетов было продано, и все стали говорить о том, что культура отмены не работает больше, что она себя не оправдала, что вот, на примере Луиса Секея можно понять, и на примере, кстати, Джонни Деппа, который из-за своего суда с, как ее с теми забываю, Эмбер Хёрд, что тоже это все на самом деле не работает, и культура отмены, как бы, она работает только тогда, когда люди заинтересованы в том, чтобы кого-то отменить, а когда у них интерес как бы падает, то все возвращается на круги свои, но вот есть одна проблема, я смотрю его уступление, оно называется Back to the Garden, то есть типа вернуться в Гарден, в Мэддисон Сквергарден, или вернуться в сад, или вернуться в сад, ну там, идея как раз про Сквергарден, там он про него рассказывает, и вроде и шутки смешные, и вроде как бы есть какая-то изюминка, которая всегда в его стендапе присутствовала, но есть одна проблема, видно, что человек после всех этих историй с культурой отмены просто исписался, то есть, на мой взгляд, это самое хуёвое его выступление за всё время, что он выступал в стендапе, то есть, мне абсолютно не понравились шутки, были какие-то, блядь, странные, и видно, что такое ощущение, что это должно было быть легендарным, типа, возвращением к, типа, успешного комика, корням, да, а вышло так, что, ну, как бы вышел, пошутил, некоторые шутки классные, но в целом вступление очень слабое, прям, ну, блядь, видно, что оно прям слабое, пиздец, и это очень грустно. Ну, может, вымучено, знаешь, так, на фоне всего, что произошло, получилось. Может быть. Ну, короче, мне стало грустно, я не советую смотреть его новый стендап. Ты не думаешь, что важен сам факт того, что он смог вернуться? Но ему дали вернуться, да. Что ему дали, и что, как бы, в данный момент, сейчас, как бы, ну, может быть, с контентом он подвёл, было бы круче, если бы он нормально всё сделал, но он подвёл с контентом, и, в общем-то, стоит просто, воспринять сам факт, что, типа, окей, круто, ты вернулся, как бы, может быть, в следующий раз будет... Понимаешь, будет нормально, когда его вернут на телевидение. У него же был сериал, например, Луи Луи, или как он там назывался, забыл, который был, по сути, таким, типа, ситкомом, только про его жизнь. Ну, типа, про комика, у которого точно такое же имя, и точно такая же жизнь, но не про него. Потому что, ну, некоторые моменты просто были очень сильно гиперболизированы. Но больше его на телевидение не приглашают. Понятно, почему. Потому что, если придёт какой-нибудь, там, не знаю, условный, там, не знаю, CBS, и такой скажет, давайте вернём Луи Луи с Сике, все покроют пальцем, увескали, скажут, что, чё, ебанутый, он же дрочило, да. Нахер он нам тут нужен? И вот когда его вернут, возможно, он придёт в свою форму. Возможно. Но вряд ли. Ну, то есть, как бы, такое. А что, если шутки ему писал кто-то, кто от него отвернулся и ушёл? Это тоже возможно. Ну, то есть, как бы, я не знаю, что с ним произошло, но мне было смотреть очень грустно. То есть, я прям расстроился, потому что, ну, мне всегда нравился этот комик. Ну, то есть, как бы, вот у него вот было как-то, хорошо подмечал некоторые вещи. А сейчас ты смотришь, ну, чё-то уже не то. Как будто, знаешь, как фальшивая ёлочная игрушка. Знаешь, светит, не радует. Вот примерно, вот так это было. О, господи. Да. Ну, печально, но будем надеяться, что, может быть, как-то у него получится дальше всё получше, чем сейчас. Вот. Я хотел вас провести дальше в нашем, знаете, вот этом саду за ручку. Вот. У нас, посмотрите на этот экспонат. Короче, показываю вам аниме НИР Автомата. Вот. И о том, что я, когда видел все новости о том, что, типа, по НИР Автомату собираются делать аниме, думал, ну, типа, блин, сейчас вот какой-нибудь такой, знаете, ебанину сделают, типа, а-ля как по какому-то там Драгонейджу или там, я не знаю, по Доте. И так, ну, типа, фигню какую-то. Оказалось, что снимают японцы, снимает довольно неплохая студия, и они якобы собирались сделать всё очень близко к тексту. и ну, я так, знаете, на отъебись решил посмотреть, думаю, как бы, ну, окей, короче, там, НИР Автомата, как бы, её сложно испортить, как бы, да, она же сама по себе классная, ну, давайте посмотрим. и в итоге оказалось, что сериал вышел очень даже неплохим, потому что, в первую очередь, они действительно очень близко к тексту идут. Естественно, они вырезают какие-то моменты, там, типа, как они, там, проходили, там, всю эту локацию, как бы, что они там встречали и прочее, и они какие-то такие, только реперные точки, важные для сюжета, выдают. На некоторые вещи, прям, очень много тратят времени, как бы, казалось бы, блин, вроде как это не нужно, а потом ты понимаешь, что, блин, не на самом деле нужно, потому что это, типа, сильно раскрывает хорошо сюжет. Вот. Довольно классная анимация местами, прикольная рисовка, они действительно как-то подобрали хорошо, при том, что персонажи, прям, не похожи на своих альтер-эго из игры, потому что в игре мне очень нравится, как они моделик сделали, вот в плане как бы, общего характера дизайна, вообще офигительнейший, конечно. Но они все равно очень старались передать общий дух, и у них получилось. Но вещь, которая меня больше всего поразила, я просто очень люблю саундтрек, нигер-автоматы, они его полностью сохранили, а местами даже допилили, доделали. Это которые с левым, левым языком, который там используется в качестве лейкса? они вообще полностью, как бы, используют саундтрек самой игры, и это прям настолько подкупает, и прям классно, причем тебе показываются периодические локации, которые прям отрендерены из игры, но, типа, немножко дорисованы там поверху, чтобы не было уж понятно, что это прям вообще прям один в один, вот. Но они настолько бережно отнеслись к оригинальному материалу, что у тебя реально есть ощущение, как будто тебе, знаете, так пересказывают сюжет, просто как бы такие самые основные точки реперные, что, знаете, как на ютубчике посмотреть, где тебе человек объясняет, что там в игре произошло. Я, кстати, вообще не помню, что было в игре, я помню, что я на болтараз проходить. Да, но там был такой крутой сюжет, такая классная мораль, и такие крутые персонажи, что, блин, если вдруг ты не помнишь, ну, посмотри реально вот мультик, потому что там они довольно быстро идут по, вот, знаешь, как в серии Last of Us, где тоже, типа, у тебя к шестой серии уже там почти полностью вообще все, уже все гонки. Они же не уходили случайно на перерыв, потому что я читал, что вроде как... Уходили, да. Всего три серии выпустили. Нет, по-моему, больше. Но история в том, что они ушли на перерыв, по-моему, ковидный японский, да? Да. И типа, вот они вышли уже из него, или все еще... Да, и они прямо сейчас с ангоингом выпускают потихонечку серии. Вот. И, в общем-то, я как раз вот сейчас смотрю, и мне... Не то чтобы, знаете, прям вау, прям, вы знаете, как, например, там с каким-то человеком бензопилой, который ты просто такой, ебать, просто охобосраться. Вот. А тут просто хорошее, достойное, прекрасное аниме, особенно если вы хотите освежить в голове сюжет нейроавтоматы, или вы вдруг ее пропустили и не очень хотите играть вот это все японское, да? Ну, как бы, не всем нравятся такие игры, там, слэшера, там, и прочее. То, что там очень крутой сюжет. Вот как раз-таки киа-аниме очень хорошо по реперным точкам проходит по всем нужным сюжетным, чтобы вы в голове просто или восполнили, или заново вот узнали этот весь сюжет и такие, типа, а, прикольно. Ну, и играть, в общем-то, не надо уже. Я иногда слушаю саундтрек нейроавтоматы, там, ситирую, и просто отличный. Офигительнейший. Очень люблю. Прям, да. Я прям тоже очень люблю. Короче, я советую. Нейроавтомату прям идите, посмотрите, он довольно прикольный оказался. Да. А я вам советую ремастер Metroid Prime, тот, который вышел на Switch'е. У нас был по нему трехчасовой стрим, в котором я там, типа, пытался понять, как игра работает, а Тимур мне глупые вопросы, в общем-то, задавал. Нет, это я умею. И вот, чем меня поразило. Во-первых, я не играл в Metroid Prime в оригинале. То есть, я не знал, про что эта игра. Точнее, я знал, но мне никогда не было интересно, скажем так. потому что выходил оригинал на GameCube, как-то, когда я про него узнал, уже было влом, эта игра слишком сильно устарела, не было тогда никаких фанатских патчей на эмуляторы, чтобы там, знаешь, с графоном поиграть и прочее. Поэтому я окунулся вот в этот ремастер с абсолютно незамутненным взглядом. И я могу сказать так, во-первых, удивительно, почему Nintendo называет это вообще ремастер. Потому что, по моему мнению, это ремейк. Настолько здесь хорошо все проработано. То есть, здесь поменены, допустим, модельки врагов или персонажей. Здесь заменены текстуры, то есть, обновлено управление и так далее и тому подобное. Причем, самое смешное, что мы на стриме, кстати, включили, попробовали оригинальное управление, знаешь, которое motion управление, когда ты брал, по-моему, V-версии. V-mode. У тебя V-mode был, да, и ты им по экрану типа целился. И я попытался с этим управлением поиграть. Блядь, это просто невозможно. То есть, не знаю, может у меня, конечно, проблемы какие-то с координацией там, типа, гироскопа и отображение того, что на экране работает, но, блядь, я орал просто как мразь, потому что это было невозможно. Я привык к этому современному управлению, когда у тебя два стика, знаешь, один ходишь, другим камеру вертишь. Ну, как, блядь, во всех шутерах эво, что называется на консоли. Но с оригинальным классическим управлением тоже можно поиграть. Вот. Второй момент. Насколько это же игра классная. То есть, я никогда не думал о том, что, вот, эксклюзивы Nintendo для меня это всегда, знаешь, загадка. Понравится она мне, не понравится. Вот, например, Splatoon, да? Игра, у которой, там, что-то заоблачный Metacritic, там, чуть ли не 90 с хером, да? Я пробовал играть, я не понимаю вообще, кто в этом может играть в здравом уме. Мне кажется, это игра просто для странных людей. Для детей. Даже не для детей, а для странных людей, с которыми, я не знаю, там, в автобус ни в коем случае вместе не садись, потому что хуй его знать, что у него в башке. И вот с эксклюзивами Nintendo у меня такой подход. Если я играю в нее, и она мне нравится, значит, она крутая. Если я играю в нее, и я не понимаю, в чем прикол, я иду смотреть, что пишут в интернете. Может, я что-то не понял. Может быть, я как-то... Например, я до сих пор не понимаю, почему всем нравится Smash Brothers, который... Super Smash, или как он там, блядь? Ну, короче, вот такой браулер. Потому что это соревновательная игра для тусовки, где люди сидят в одной комнате. Буквально, как бы, и друг с другом могут там, знаешь, теперь сказать, сейчас я тебя там опиздюлю. Нет, я тебя... О, нахуй, байонеты. О, ты убил моего снэйка? Да я тебя клаудом сейчас разъебу. Там, Donkey Kong вперед! Ну, типа, как бы, вот для них это прикольный такой угар, прям вот сидеть в комнате, как бы, и вот прям все это делать. Я понимаю, но конкретно в Metroid Prime, то есть я подошел абсолютно незамутненный, потому что в чем кайф, да, в чем прикол этой игры. Это Metroid Vani, сделанная от первого лица. То есть это как бы типа шутер от первого лица, но в Metroid Vani. Это тяжело объяснить, в чем смысл, но я могу сказать, что я таких игр просто не видел. Ну, то есть их не существует. Я не знаю ни одной похожей, объединенной вот именно эти два жанра. А ты не думаешь, что в какой-то степени подходит под это Bioshock'e, потому что в них же тоже получаешь определенные способности, бэктрекаешь до определенных мест и открываешь, там тебе нужные места. Может быть. Да, наверное, наверное, ты прав, да, возможно, в какой-то степени, но опять же, не в той степени, в которой ты сделан у Metroid. То есть Metroid всегда остается чистым шутером. Чисто шутером с бэктрекингом. И в целом, ну, то есть я не понимал, в чем кайф игры. Вот теперь я поиграл и я всем советую. Мне кажется, что это прям очень крутая игра. Мне прям очень понравилось, как это все сделано. Я обязательно когда-нибудь ее допройду. На стриме я поиграл, у нее часа три, а она проходит часов за десять, кажется. Вот, надо будет как-нибудь добить. при этом, надо сказать, что она еще очень красиво на Switch выглядит. Для Switch это вообще шедевр, братан. Для Switch технически она выглядит очень круто. И я, как человек, игравший в оригинал, могу сказать, я сам не играл пока, я смотрел у Димы, но они очень здорово ее графически переделали. То есть, они же полностью перерисовали с нуля весь графон. Игра выглядела гораздо хуже. Они сказали, что они не меняли только, знаешь что, они не меняли геометрию уровней. То есть, она осталась прежней. Да, это заметно. Но в остальном там полностью новые ассеты. Вот бы они еще музыку там освежили, цены бы не было. И по тем слухам, которые я читал на Reddit, история с Metroid следующая. То есть, первую часть, вот они сейчас сделали, ее сделал Retro Studios, и она таким образом доказала Nintendo, что она готова работать на четвертом Metroid'ом, который они анонсировали, блядь, еще, наверное, году 2018, если мне не изменяет память. На какой-то из E3 показали логотипы такие, мы делаем. А потом проект ушел просто, блядь, в никуда. Потому что он просто пропал из общества. Из поля зрения. Да. И договоренность якобы, ну то есть, это слух, но договоренность якобы была такая, что вот они делают этот ремастер первой части, если он хорошо взлетит, то вторую и третью часть, а я напоминаю, что Metroid Prime это трилогия. Трилогия, да. Вторую и третью часть они отдают другой студии, которая, знаешь, там тяп-ляп делает ремастер, лишь бы только выпустить. Но, типа, для подготовить людей к тому, что делается Metroid Prime 4, типа того. То есть, вот такая какая-то логика. Я не знаю, насколько это правда, но я теперь с удовольствием нано буду ждать четвертую часть, когда он там выйдет, может через пару лет. А вторую и третью? А вот вторую и третью, скорее всего нет, потому что, может быть, даже нехорошие, но говорят, что это будет не такой прям супер-поперремастер, как первая часть. Ну да, да, потому что первый это прям что-то уровень этого, что-то уровень Demon's Souls'а, на самом деле. Так что я советую, мне понравилось, я прям очень был доволен. Такая история. Наконец-то обновится Rue Jinx на Маке, потому что он отстает на сильно большое количество версий от ПК-шной версии. Все жду, когда он обновится, потому что там должен быть пак, как раз-таки, который исправляет, исправляет работу. Уже в бета-версии все в порядке, Тимур, я тестил. На Маке? А, на Маке. Я только что сказал о том, что там отстает на, типа, большое количество версий от ПК-шной. У нас в чате спрашивают, что в смысле готовы делать Metroid 4? Что они все это время делали? Дело в том, что проект попал в Developing Hell. То есть, условно говоря, его сначала отдали одной студии, она не справилась, другую студию, она не справилась, потом начали делать его сначала. Теперь, кто делает Metroid Prime, ху его знает, потому что, ну, вот якобы должна делать Retro Studios, говорят. По крайней мере, такой слух. Когда он там выйдет, вообще абсолютно непонятно. Но я так подозреваю, что если в этом году у Nintendo выходит ZELDA, то в следующем году таким флагманом вполне может быть этот Metroid, который они там за кулисами делали все это время. Нет, будет Mario новой. Ну, и после, который после Super Mario вот это Odyssey будет новый Mario. Odyssey 2. Может быть Odyssey 2, но я думаю, что скорее всего как-то по-другому назовут. Мне кажется, как раз Odyssey 2. Odyssey Odyssey просто одна из самых популярных игр на свече. То есть, прям вот ever. Я тебе уверен, что если сделают новый Switch, ну, типа новую какую-то консоль, они скорее всего ее сделают. Я напоминаю вам, новость, о которой мы не сказали, это о том, что Nintendo же заключила договор с Activision Blizzard для того, чтобы издать в течение ближайших 10 лет как бы какое-то количество Call of Duty, которое будет выходить на всех остальных платформах, оно теперь будет выходить и на Switch, точнее не на Switch, на платформах Nintendo. Каких? Хер знает. Ну, будущих платформах, да. Слушай, на Switch уже сколько там, уже почти 8 лет скоро будет. Там интересный слух был, знаешь, в чем? То, что вот в британских регуляторах, у них же есть вот эти документы, которые доступны всем, то есть вот по поводу покупки Microsoft Activision Blizzard, и там есть возражения Nintendo по этому поводу, и там написано, что вот у Nintendo есть сервис, называется Nintendo Online, да, где у тебя доступны игры на Nintendo 64, на Super Nintendo, на NES, теперь и на Game Boy, и на Game Boy Advance и так далее. Вот эти вот, которые по подписке типа старые игры ты покупаешь. И вот прикол в том, что в этих документах британских регуляторов написано, что Nintendo Switch Online доступен на Nintendo Switch и на вырезано. Вот, скорее всего, скорее всего, может быть, в следующем году мы ждем уже анонс нового Switch'а. Есть ли кто подозревает? что типа если это будут даже какая-то очередная полумобильная поебень, а я думаю, что теперь они будут бить только в то, что типа продается. Еще, блядь, издеваешься. Делать очередную Switch'ю, который еще и домашний, без мобилы, блин, я уверен, что нет. Я еще практически верен в том, что они как раз посмотрев на успехи PlayStation'ы, на успехи Xbox'а, стопудово сделают новый Switch обратно совместимым со старым. то есть 100%, потому что нет никакого смысла делать новое поколение нового всего. Это просто бессмысленно. Я думаю, что они какой-нибудь очень жирный тегри это все сделают. Еще бы с DLSS'ом с каким-нибудь, и типа в итоге тебе будет 720p, но 4K. Ну, скорее 1080p, но в 4K, вот так. Ну да. Скорее всего так. Но для того, чтобы это все работало хотя бы 2,5 часа, то нет. Это будет 720p. Об этом можно долго спекулировать, на самом деле. Ладно, короче, в любом случае по поводу... Денис Егоров отправил нам 300 рублей, Дима, Дима, а кто из этих прекрасных мужчин Тони? Почему у нас этот вопрос вообще возникает? Потому что он все время на стримах есть, мы как-нибудь Тони покажем вам фотографию такой, типа, и все. Может быть, вы видели мем, где Soyjack и Nord как там, короче, мужчина, который в профиль белобрысый, вот, и стоечек такой, типа, нет, ты не можешь видеть, а Nord такой поворачивается в профиле, бог. Так вот, Тони выглядит как вот этот вот чувак справа. Понятно. Говорит, мог. Ладно. Все. Все, давайте. Короче, пацаны, дело в том, что мы уже искали про поводу нового свечака, может быть, он и выйдет, но мы хотели вот что-нибудь интересного сделать. Я тут начал смотреть сразу целую пачку сериалов, прям много, потому что у меня поиграть было возможностей не очень много. Я уже рассказывал, что как бы там везде там в чатах, там везде, что единственная игра, которую как бы я за последнее время типа прям много играл, это была Persona 5, роял, которая играю в версию для свеча, но на Ryuji на маке в 4К в 60 фпс. Вот. Очень отлично играется, короче, но во все остальное поиграть было невозможно, кроме вот Гадуфор я там умудрился это пройти. Поэтому как бы все остальное время, которое у меня появляется, как бы, ну, когда там, куда-то в пути, там, где-то что-то летишь, куда-то что-то поехал, короче, тут, выдалось немножко времени, я смотрю сериальчики. Ну, у них как бы порог входа не очень большой, ты можешь посмотреть как бы там одну-две серии и дропнуть, как бы, и побежать дальше там типа своими делами заниматься. И поэтому, как бы, я смотрю сейчас много довольно прикольных, интересных сериалов, один из которых, который я вам очень хотел посоветовать, прям очень, это сериал Poker Face. Дело в том, что тут это типа огромное количество аллюзий, как бы, по которым, из-за которых название сложилось, и начну, наверное, с того, что Poker Face, во-первых, это сериал с Наташей Леоной, она довольно прикольный персонаж, если помните, она играла главную роль в сериале Матрешка, вот, и дело в том, что изначально свою карьеру, как бы, такую прям, наиболее популярную, как бы, она начала с фильма Американский пирог, ага, и вот, но потом, сейчас она врылась в довольно прикольные, интересные сериалы, и дело в том, что самый интересный, как бы, наверное, самым, наверное, интересным фактом, и, наверное, интересным описанием Poker Face будет то, что, если помните, Райан Джонсон, который снимал вам всякую ебанину для Диснея, в какой-то момент сказал факет, и пошел вам снял достать ножи, и все такие, ебать, достать ножи, такой классный фильм, и там Дэниел Крейг офигенный, и тут такие крутые все актеры, и такой классный саспенс, такой клевый детектив, как этого не хватало, потом он пошел, снял, соответственно, вот эту самую замечательную Glass Onion, она же стеклянная луковица, которая в итоге оказалась говном, но там у нее был продуктовый, продакшн ад, я бы так сказал, потому что она была снята до 2020 года, там, 2021 года, но в итоге у нее случился полный пиздец, как бы ее там что-то доснимали, переделывали, задерживали, и в итоге вышла она только сейчас, и там в итоге все везде в масках ходят, пандемия, вот это все, а в мире ее уже как будто бы даже бы и нет, вот, но где-то между ними Рэйн Джонсон снимал Покер Фейс, и Покер Фейс это такой достать ножи, только разбитый на сериал, который является по сути альманахом, у вас есть сквозная сюжетная линия, проходящая сквозь все эти серии, а их там не очень много, но каждая серия является отдельным названным минифильмом, в котором прям свое собственное название, и там разные актеры, разные персонажи, как бы вообще все разное, то есть по сути у вас Рэйн Джонсон взял и сделал много таких маленьких достать ножи, онтологию, короче, да, такую прям онтологию, в которой, да, есть один единый персонаж и некая такая сюжетная линия, сквозная, но практически весь сериал сделан поликалом достать ножи, он даже, знаешь, что, Коломбо напоминает, судя по описанию, ну, типа того, у тебя даже ракурсы, цветокор, музыка, как бы, как все это показано, очень сильно напоминает достать ножи, прям, прям сильно-сильно, и это не недостаток, это действительно классный, прикольный, такой детективный сериал, фабла у которого очень проста, начинается все с казино, первая, соответственно, серия про казино, его владельца, точнее, так скажем, управляющего, который является сыном владельца, играет Эдриан Броуди, и он в какой-то момент достает одну из сотрудниц этого самого казино, и начинается с ней разговор, и выясняется, что эту сотрудницу взял когда-то его отец работать, взамен на то, чтобы она больше никогда не играла в покер, а она колесила по там региону, и выиграла абсолютно все покерные турниры, все покерные, как бы, какие-то там, типа, состязания, и даже частные игры, и все думали, что она супершулер, но никто этого не мог доказать, а оказалось, что она всегда, вообще абсолютно в любой ситуации, всегда знает, когда ей люди врут, вот, чтобы люди не сказали, даже если, как бы, говорят это по радио, по телеку, как бы, перед ней стоят, она вот прям по интонациям, по всему, она понимает, что, типа, человек пиздит, и прям, вот, исходя из этого, как бы, начинает, как бы, пытаться как-то, довольно странный перк, так, то есть подумать, так, если что, Тимур продолжает описывать Коломбо, ну ладно, вот, и тот смысл в том, что в итоге, как бы, эта девушка путешествует по стране, убегая от плохих дядей, и все время попадает в какие-то передряги, где почти, почти всегда это убийство, и, как бы, ей приходится по той или иной причине, она даже не хочет, но ей приходится эти убийства расследовать, и она как раз это делает не каким-то законным способом, или еще что-то, но она подстраивает в итоге ситуацию так, чтобы, как бы, ну уже не отвертеться, потому что, опять же, как бы, она не всегда может доказать, она всегда говорит просто, типа, бля, ну вот ты точно врешь, как бы, ну, типа, доказать не могу, вот этого не могу, то не могу, но ты стопудово мне пиздишь, чтобы сейчас, вот прям 100%, и это приводит к довольно интересным вот это поворотам, некоторые очень легко прослеживаются, некоторые не совсем легко, и довольно классные, интересные ситуации, как бы, и прикольные герои, очень яркие, такие, знаете, вот не плоские, ни для галочки, ни для чего, а прям крутые герои, у тебя в каждой серии настолько прикольные, яркие герои, что ты их всех запоминаешь, серии звезды только одним персонажем, да, я помню? не только одним, но как бы, есть некая сквозная сюжетная линия, что вот она убегает от там плохих дядей, плохие дяди пытаются ее там, типа, как-то достать, и как бы, в общем-то, все, потому что дальше она просто вот, убегая от них, постоянно по стране путешествует, как бы, и встречается с какими-то персонажами, вот, я скажу так, что мне настолько понравилось, что я прям практически залпом посмотрел все, мне очень, как бы, все прилинулись. В Сизире посмотрели сезон? Да, как бы, и, кстати, его продлили уже на второй сезон. Короче, я максимально советую покерфейс с очень классными героями и с очень яркими, интересной фабулой, прикольными сюжетами, прям вот, если вы скучали почему-то такому, такому, типа, ненапряжному боевику, ой, не боевику, детективу, а-ля, да, вот, а-ля такой, знаете, типа, вот, Агата Кристи, а-ля Коломбо, а-ля, вот, соответственно, вот, достать ножи, и это просто идеально. Очень круто. Вот. Следующий сериал, который совершенно не похож на предыдущий, это новый сериал Shrinking, он же называется Терапия, который прям максимально педалировал Apple TV. Дело в том, что его снимает команда, которая занималась Тедом Лассо, и сериал якобы призван тоже быть таким, вот аккуратным, ненапряжным, легким, добрым, который должен тебя, как бы, подружить с этими всеми замечательными героями, да, все их конфликты должны тебе показаться, как бы, какими-то несущественными, а, как бы, герои должны полюбиться, и, как бы, в общем-то, ты должен быть доволен. как бы, одной из интересных деталей этого сериала в том, что, наверное, мне кажется, это первый сериал, по крайней мере, из тех, что я видел, которым играет Харрисон Форд. Он еще играет в каком-то вестерне, я забыл, как он называется, так что, это не первый сериал, в котором он играет. Ну, по крайней мере, на моей памяти, это первый сериал, который вот я увидел, как бы, вообще знаю о котором. И, а в чем, в общем-то, сериал, что есть главный герой, он является психологом, и у него есть семья, и из его семьи, к сожалению, ушла жена, она погибла, и у него осталась дочь, и так как он очень сильно горюет, у него он уходит буквально во все тяжкие. Ну, как бы, такой, знаете, на грани, то есть, как бы, все время во всякую передряги попадает, всякий пиздец, и начинает осознавать, что, как бы, в общем-то, дела все хуже и хуже, с дочерью он все больше и больше отдаляется, и вообще, типа, по сути, пока он там год занимается всякой хуйней, его дочерью занимается в основном, типа, его соседка, и что его бесит очень, потому что соседка, ну, это просто соседка, короче, но она при этом там чуть ли не уроки у него проверяет. И его босс, которого, говорят, как раз Харрисон Форд, это чувак, то есть, по сути, это такая типа клиника, где у тебя есть разные специалисты, и они между друг другом распределяют клиентов, но главным и создателем клиника является как раз персонаж Харрисона Форда, вот, и вот он как раз разговаривает с его дочерью периодически, и это тоже бесит очень этого чувака, ну, вот, и, как бы, вот он встает на некий, так скажем, путь исцеления, того, как выйти из этого вот адовиши ситуации, что у тебя погибла жена, и при этом он делает это за счет того, что делает вещь, которая не позволена вообще никогда ни одному психологу, он, во-первых, начинает советовать своим подопечным, что им надо делать, буквально конкретные советы, а во-вторых, начинает вылезать в их жизнь, ну, то есть буквально, как бы, например, один из персонажей, ну, это тоже, с чего, в общем-то, начинает сериал, это чувак, который не умеет управлять своим гневом, солдат с ПТСД, у которого прям супер-пупер расстройство, он там просто, типа, кто-то косо посмотрел, ему тут же в еблет начинает прописывать, и он этого чувака доводит от того, что его выгоняют родители, этого перца, короче, и главный герой его берет к себе жить, домой, вот, из контекста не очень понимаю, это вообще, что, комедия, или что это, или это драма? Как и Тед Лассо, как и Тед Лассо, это такой драмедиа, то есть, как бы, у тебя действительно комедия, вроде такое все приятное, добренькое и так далее, но действительно, есть много таких тяжелых ситуаций, но они не настолько тяжелые, чтобы ты впал в депрессию, пока все это смотришь, но тяжелые, чтобы ты понял, что да, действительно персонажам не сладко, и как бы, вот они начинают это преодолевать. Я просто вспомнил, что я смотрел давным-давно, старый сериал, он назывался Enfragment, типа, его как-то перевели, лечение, кажется, у нас его переводили так, и он тоже был про психолога, и сериал сделан был следующим образом, то есть, у него, допустим, было семь серий, да, а, нет, пять серий, пять серий, типа, первая серия, это понедельник, вторая серия, вторник, среда, четверг, пятница, ну, и, соответственно, следующие пять серий, это уже следующий понедельник, там, и так далее, понял, так что, то есть, каждая серия про один день, и вот психологу, в понедельник к нему приходят на терапию, там, солдат с ПТСР, во вторник к нему приходит девочка, которую, там, чуть не изнасиловали, в среду к нему приходит, там, семейная пара, которая, там, пытается наладить свои отношения, в четверг, там, еще кто-то приходит, не помню, в пятницу, он сам ходит к другому психологу, и рассказывает о том, как прошла у него неделя, это был, это был израильский сериал, который был очень популярен, это была прям драма, драмная, прям, знаешь, прям, вот совсем драма, и основной сценизм был в том, что, там, как раз обсуждались отношения Израиля и Палестины, очень сильно, в плане того, что, там, типа, у солдата, там, просто, пиздец, крыша ехала, там, ну, и так далее, ты понял, да, идею, ну, вот, и вот этот сериал пересняли американцы, и там солдат ездил в Ирак, и разница между израильским сериалом и английским была настолько сильна, что английский закрыли через один сезон, а израильский, по-моему, блядь, шел сезонов 10, или типа того, то есть настолько сильна была разница, мне вот кажется, что это очередное, очередное пересмысление, этой истории, ну, потому что это очень похоже, потому что ты рассказал. может быть, как бы, я, поскольку не в курсе вообще про тот сериал, как бы, но вообще, пока что он разгоняется медленно, он не настолько прям круто, как бы, в тебя, в себя влюбляет, как Тед Лассо, но все равно персонажи очень приятные, они все тоже очень яркие, запоминающиеся, сюжет довольно интересный, тебе, ну, интересно проследить дальше, что будет, но он при этом настолько ненапряжный, чтобы тебя прям не заставлять, знаешь, как бы, бля, что же там сейчас будет-то, прям переживаешь. Нет, ты такой, типа, посмотрел, не посмотрел, в общем-то, как бы, ну, пофигу. Но, ты меня не убедил, короче. Но он, как Тед Лассо, такой, знаешь, приятный, такой мягкий, добрый, как бы, если тебе хочется вот что-то такое добренькое посмотреть, то вот это хорошая альтернатива Тед Лассо, вот, но не настолько крутой, но все равно приятный очень, как бы, плюс у Харри Снфорда приятный персонаж, и все остальные персонажи тоже, кстати, довольно приятно сыграны, сделаны, и, как бы, они, несмотря на то, что они яркие, как бы, по типажам, но они все равно не ощущаются, знаешь, как такими токенизированными, да, когда, типа, у нас должен быть персонаж, там, невротик, персонаж, там, веселый, персонаж грустный, персонаж депрессивный, там. Это называется штамп. Штамп, да, как бы, у тебя все равно, как бы, такие все прикольные, классные, интересные, многогранные персонажи, вот, мне понравилось, вот. А вот того сериала, которым Харрис Снфорд играет вестерн, он называется 19-23, если что. А, прикольно. Надо было посмотреть, что-то делать вообще такое. Вот, ну и последний сериал, который я хотел тоже посоветовать, как бы, вот в этом же контексте, короче, который тоже идет на Apple TV+, я на него набрел совершенно случайно, но меня подкупило то, что в нем главную роль играть Джастин Теру, тот самый, который играл главную роль в Leftovers, Остатки, это один из моих любимых сериалов вообще, как бы, ever, вот, и, как бы, у него так интересная фабула, я подумал, прикольно, надо попробовать посмотреть, и я могу сказать, что, конечно, прям, он очень странный, как называется? очень затягивающий, называется Mosquito Coast, берег москитов, и у сериала интересная фабула, она про семью, которая живет на Отшибе, где-то там в глубинке в США, и делает она это, потому что папа у семьи все время прячется, баба ему помогает, а детей они убедили в том, что, в общем-то, такая жизнь, это нормально. Серьезно? Не просто прячутся, чтобы вы понимали, типа, дети в школу не ходят, все на домашнем обучении, никаких телефонов, никакого интернета, ничего такого, типа, ну, то есть, вот, прям, мы живем, там, в девяносто первом году, условно, даже звонить никому нельзя, по никаких, там, типа, с таксофону даже, вообще ничего не надо. А папа бандит, да, или что? И, естественно, в какой-то момент начинаются сложности, и папе надо съебывать, и дети начинают спрашивать, пап, что за хуйня, ты, что, что произошло, почему тебя все ищут? Он такой, понимаете, и тогда все это происходит, а потом такие, пап, ну, теперь-то точно рассказывай, давай, короче, пап такой, блин, ну, в общем, и такой, ты раз опять что-то происходит, вот, в итоге, короче, что-то происходит, в смысле, в своем сериале происходит какая-то деболина? В сериале, да, в своем, что-то происходит, короче, смысл в том, что он очень долго времени может рассказать, в общем-то, что ж, блин, произошло-то, и дети просто ему доверяют, типа, и, как бы, говорят, ну, типа, мы тебя очень любим, вот это все, мы за тобой последуем, в итоге, ему приходится бежать из страны, вместе с детьми, через границу с Мексикой, соответственно, отправляться в Мексику, как бы, пытаться как-то свалить от властей США, которые вот за него, на него, просто целую облаву, и, как бы, ты такой сидишь, думаешь, о, прикольная фабула, довольно интересно, как бы, интересно, что же там этот чувак взял, а он еще очень крутой, там, механик, во всем разбирается, можете там, любой сигнал там перебить, вообще, ну, типа, такой супергений, вот, и мамаша у него такая, ну, как бы, мама тоже такая, там, типа, во всем разбирается, все понимает, как бы, то такая, палец в рот не клади, как говорится, и, ты такой сидишь, думаешь, блин, да, прикольно, как бы, ну, вроде такой, прикольный триллер, а потом там начинается прям такая дичь, местами, как бы, там, кровь кишки распидорасит, тут всех убили, там, и прочее, и ты такой, ебать, просто, че, и там, как бы, начинается история с картелями, с мутками такими, с бандитизмом, ну, короче, прям дичь всякая начинается, и ты такой понимаешь, что, как бы, ты вроде садился смотреть, такой, типа, уколополитический триллер, как бы, да, а-ля враг государства, а попал в сериал, где просто там, знаешь, типа, всех крошат, там, вообще, всем пиздец, вот, это такой, блять, но, он очень красиво снят, очень классная музыка, и очень затягивает сюжет, тебе действительно интересно, блин, да что ж такое-то, почему, чего, куда, зачем, что дальше, куда они еще попадут, как бы, что сейчас произойдет, что это за персонаж, блять, что такое, и тебя у тебя все время он держит напряжение, вот прям все время какая-то хуйня происходит, ты все время в напряжении, ждешь, сейчас что-то, блять, опять произойдет, но тебе действительно интересно, чё ж там дальше-то, с этой семьей-то, блин, ну что, почему, чего, как, и вот на все эти вопросы, ты потихонечку, очень медленно начинаешь получать ответы, но, как бы, вообще в целом, как бы, тебя держат прям в напряжении все время, и в неведении тоже но мне очень понравилось как он снят и вот это вот напряжение в совокупности с тем какой-то какой-то он красивый классный клёвый как бы как сериал как он звучит как он выглядит в совокупности с героями в совокупности с вот с этим напряжением как бы мне очень понравилось поэтому я вот прямо сейчас досматриваю вот как раз 5 там первый сезон и пишите что папа продавал короче я я очень советую и пока вот как бы вот я уже практически досматриваю блин я прям советую очень круто прям ясно короче три сериала сегодня тимура покер фейс терапия и берег москитов да все три за да говоря о том что лично я очень советую в чем семейство семейство зарецких провел наверное суммарно слишком много часов для ответственных родителей в общем мы произошла капитальная ошибка и мы соленой зачем-то купили себе Hogwarts legacy и димка сейчас расскажет почему эта игра так себе я лично скажу так я не фанат гарри поттера мне у меня есть детские воспоминания о том что я его читал я как и многие рос с этими героями потому что книжки примерно выходили параллельно тому как менялся мой возраст и мне книги перестали нравиться наверное где-то на пятый но при всем при этом все равно сеттинг прикольные видеоигры ранее по поттеру были прикольные и Hogwarts legacy выглядел ну если не как игра мечты ему достаточно было быть компетентной видеоигрой грубо говоря но и такой он оказался никаких новых я не знаю высот в истории опен ворлдов для вас Hogwarts legacy не откроет игра ничего не изобретает и она очень похожа на такую смесь классической зельды и какой-нибудь среднестатистической песочницы то есть у вас чему сильный мир а потому что коллекта блок как сделано и в целом как сделана динамика то есть смотри у тебя игра делится на две части по факту да такую классическую зельду я сейчас говорю не про ботву а про такую вот зельду который больше метро и два не напоминает с классических частей это то что сам Hogwarts потому что Hogwarts в этой игре смоделирован масштабе один к одному так со всеми крыльями потайными комнатами со всеми секретами пасхалками портретами совсем со всем этим лором совершенно замечательно восхитительно переданным через игру и с одной стороны у нас есть вот этот вот Hogwarts и где вы проведете слишком много времени если вам действительно нравится сеттинг а с другой стороны у нас есть открытый мир здесь у нас хокспит где здесь у нас есть какие-то деревни раскидные вокруг хогвартса он достаточно большой но при этом он весьма компактный я не могу назвать open world гигантским он среднего размера по современным меркам кто-то может вообще посчитать что он маленький не смотрите на карту она немного привирает в плане масштаба потому что реально от одной локации до другой добираться не так долго особенно когда вам дают метлу и вот там вот уже такой более стандартный open world там есть зачистки темных волшебников их бас там есть какие-то стандартные локации но при этом геймплей в меру веселый магия в меру веселая и в принципе ничего не напрягает но самая главная ценность игры что она правильно изображает собственно сам сеттинг и поэтому тебе хочется несмотря на то что геймплей идет по формуле исследовать каждый гребаный закуток потому что ты в каждом закутке натыкаешься на то что это было в книге это упоминалось это еще как-то там проводилась где-то да вот это самое классное ощущение что ты там я не знаю заходишь в женский туалет условно играя за девочку да и у тебя в женском туалете в одной из туалетных кабинах оборотное зелье там мяукают это отсылка к тайной комнате когда гермиона превратилась в кошку в кошку да и таких пасхалок там просто миллиарды каких-то еще мелких деталей при этом история тоже подано очень правильно дело происходит за век до событий книг по гарри поттеру за целый век и поэтому там есть узнаваемые фамилии то есть это потом эти фамилии выступит уже в основной истории ну понятно история на granger именно именно у из ли именно грэнджер кстати магу именно у из ли там встречаются там встречаются предки кстати волны морта там встречаются предки многих других персонажей но это все еще предки и это все еще персонажи которые в общем то могут развиваться сами поэтому история в сеттинге Она завязана, но она независима. И главный мой вам совет. Вот два совета, прежде чем вы сядете в это играть. Потому что про Поттер можно... Я могу говорить про эту игру бесконечно. Первый. Забейте на открытый мир и пройдите игру до момента по сюжету, как вам дадут метлу. Потому что куча активности будет вам банально закрыта. У вас не будет нужного инструментария. И сюжет достаточно долго идет, прежде чем дать вам метлу. Не стесняйтесь просто идти по сюжету. Вас ничего не отличет. А второе. Не долбитесь в коллектабл. Они на самом деле особо ничего не дают. Занимайтесь теми активностями, которые интересны лично вам. Хотите, вы можете Хогвартс Легаси без потерь пройти как абсолютно линейную игру. Хотите, вы можете упороться и строить свою выручай-комнату, собирать для нее всякую косметику и полностью поглотиться в сеттинг. Но при этом игра вас ни за что не карает. Мне... Меня зацепило, что игре ставят претензии некоторые, не все. Что в ней слишком много... Точнее, в ней слишком мало в школьной жизни. Не хватает персоны вот этого распорядка дня, хождения на уроки. Хогвартс Легаси этого нет. И слава тебе, господи! Можно в любой момент выйти из замка, исследовать окружающий мир, вернуться в замок и продолжить свои активности. А у тебя не было проблемы с тем, что главный персонаж это, блядь, Мэри Сью? Это Гарри Поттер. Ну, даже Гарри Поттер не был таким, блядь. Чувак приходит на пятый курс обучения в этом странном Хогвартсе, он видит тайную магию, которую никто не видит, никто из остальных. Он тут же учится всеми заклинаниями. Он самый классный, самый замечательный. Точно так же, как Гарри Поттер, у которого есть огромное количество денег, которые ему оставили родители, он избранный. Только его боится темный уорд и так далее, и так далее, и так далее. Это все полная фигня. Это как раз вообще не смущает, потому что история изначально такая. Единственное, что меня бесит, совет, совет, опять же. Берите девочку. Объясню, почему. Потому что у пацана, я не знаю, это связано с какими-то техническими проблемами, пока их в патче не залечили. RoboVoice. В игре вы можете менять питч голоса, и как бы фильтр динамически этот питч подстраивает. И даже если питч выставлен по умолчанию, герой мужской почему-то все равно RoboVoys'ит. Это у тебя на компе? И на компе, и на консоли. У меня на консоли вообще никаких проблем с мужским голосом. При этом я могу сказать, что за девочку таких проблем нет. Ну и, кстати, женский голос очень приятный. А в остальном игра не без недостатков. Это не идеальная игра вообще ни в коем разе. У нее есть очень много моментов, чисто сделанных по формуле. Я бросил ее нахуй. Открытый мир сделан по формуле. Но если вам неравнодушен Гарри Поттер, если вы просто хотите найти игру, где можно вот взять и отвлечься на несколько часов, вообще ни о чем не думая, Hogwarts Legacy идеальная игра для такого времяпрепровождения. А самое главное, она безумно красивая. А если бы ты, допустим, не читал книжки по Гарри Поттеру, а смотрел только кино, ты бы стал бы ее рекомендовать. Тем более стал бы ее рекомендовать. Я ее даже стал бы рекомендовать, если вам насрать на Гарри Поттера. Сам волшебный мир, такого просто в играх очень мало. Это западная фэнтези. Не японская фэнтези, не средневековая фэнтези. Это городское западное фэнтези. И оно очень красивое. Хогвартс просто потрясающе выглядит. Природа замечательно выглядит. Хоксмит. Как вся эта магия. То есть, знаешь, как я могу эту игру описать одной сценкой? Ну. Когда ты заходишь в Коксмит, вот в деревню, которая типа такая, деревня волшебников, там нет ни одного статичного кадра. Ты заходишь в магазин, там постоянно что-то движется. В кадре постоянно происходит какая-то магия. Это все прекрасно и круто, но ты не сказал самого главного. Это Юбисофт-драчильня в самом худшем его проявлении. Просто вот худшее всего, что можно было брать из Юбисофт-драчильня, это Хогвартс-Легаси. Я ее по этому поводу просто бросил. Я даже не дошел до метлы. То есть, я поиграл там что-то часов в шесть и понял, что мне просто дальше неинтересно. Ладно, Макс, его сова в детстве укусила, поэтому, поэтому он, он любит эту историю. Но мне стало просто неинтересно. Возможно, так как бы, ну, какое-то такое, было настроение не очень хорошее или еще что-то. Но я могу сказать, что вот совет именно тем, кому насрать на Гарри Поттера, блядь, забейте на эту игру. Серьезно. Это чисто развлечение для фанатов. Вот если вам нравятся книги, если вам нравится фильм, то тут без разговоров. Тут надо идти и играть, потому что, ну, это такой фан-сервис прям на, не знаю, там, на максималках. Я тебе еще раз спрошу, а ты что, каждый год не делаешь марафон всех Гарри Поттеров? Нет, а ты их делаешь? Да. Ты серьезно? Да. Я книжку не читал, а фильмы мне очень нравятся. Они такие добрые, приятные. Не знаю, и по мне с коллекционным тут нет проблем, потому что, в отличие от игр Ubisoft, коллекционные собираются абсолютно безгеморройно. Вот, пожалуйста. И ты можешь просто забить и не собирать их, прикинь. Игра никак не будет тебя за это карать. В смысле? А лут? Пройди ее за 15 часов по сюжету. Сюжет рассчитан на то, что ты будешь по мере прохождения сюжета получать предметы нужного уровня и проходить сюжетку. Чувак, я когда увидел, что здесь есть история, как с Light Home of Destiny, когда у тебя шмотки дают тебе определенный параметр. И это ни на что не влияет. Дима сделал выводы о механиках, которые он не видел, как воплощаются на практике. О. Я понял, что надо будет дрочить лут, понимаешь? Я забил. Не надо, но не надо дрочить лут. У тебя возникает проблема, что у тебя лута слишком много, ты его постоянно продаешь. Как раз это вообще не проблема. В игре, кстати, очень хороший динамический скейлинг уровней, потому что она никогда не становится слишком легкой, но она всегда вас подтягивает до нужного уровня. Вот. Как раз нет, это вообще не проблема. А в Diablo 4 будешь переживать из-за дрочки на лут? А что ты решил, что я буду играть в Diablo 4? Дима, одну платину спустя. Давай 3000 рублей на то, что будешь играть. Я буду играть, только, может быть, ради стрима, но не ради того, чтобы получать от меня удовольствие. Более того, я тебе могу так сказать. Чувак, смотри, Diablo 4 будет ебаным говном. Вот, блядь, запомни мои слова. Знаешь почему? Ну? А, это ММО, в которую добавят возможность играть с другими людьми, она чисто онлайновая. В ней уже есть батл пасс, в ней уже будет огромное количество того, что ты должен будешь дрочить какие-то, блядь, мобильные механики в плане того, что зайди в игру каждый день и забери какие-нибудь, там, не знаю, награды очередные и так далее и тому подобное. И все это приводит нас к тому, что ты должен будешь играть в Diablo 4, чтобы хоть как-то продвинуться там каждый ебаный день. Я терпеть не могу этой механики в видеоиграх. Я уже поиграл в Diablo Immortal, спасибо, не надо. Кстати, говоря про Гарри Поттер, еще одна его очень классная черта, там абсолютно полностью отсутствуют мультиплеерные элементы, их вообще нет. Она сингловая на все 100%. И, более того, разработчики уже сказали никаких Сезон Спасов, никаких DLC, нет, мы будем допиливать текущую игру. Все. Короче... Прикол в том, что говорили, что изначально ее делали а-ля Destiny и она должна была быть именно такой игрой, а потом из нее убрали просто все мультиплеерные элементы. Я не знаю, по мне Хогвартс Легаси это редкая порода нынче вымирающих игр чистым синглом, сделанная с огромной любовью к сеттингу, может не удивительная как игра, но в своем сеттинге она замечательная. Так что я ее горячо советую. Что еще я, кстати, говоря горячо советую, коль уж мы сегодня говорим про сериалы, я тут посмотрел аниме, да, здравствуйте, серия завтракастый аниме, который называется Mobile Suit Gundam Witch of Mercury, Gundam, Ведьма с Меркурия. И это очень интересная история. Кидо Сенши Гандам Суисей Нома Джо. Как-то так. Да. И это интересная история с той точки зрения, что гандамы это такой мем. Катиться в гандам, невозможно, потому что гандамы это серия, которая содержит кучу итераций, перезагрузок, еще какого-то говна. И в целом меха-жанр находился достаточно долгое время в кризисе, потому что, да, по мехе аниме прославилось, и гандаму стоят памятники, но при этом сам вот жанр мехи, он зашел в тупик, и из него никак не выбирался. Я могу сказать, что Ведьма с Меркурией это во многом триумфальное возвращение мехи на законные места лидерства в аниме. Почему? Во-первых, это полная перезагрузка. То есть вам не надо ничего знать про гандамы, чтобы насладиться этим сериалом. А робот точно такой же там или как? Нет, там все немного переделывают, там перезагружают сеттинг, там другие герои, там другой таймлайн, там другое все. Это не мягкая перезагрузка, это полная перезагрузка. Второй момент, он реально охренительно нарисован, и там шикарный экшен на этих больших роботах. При этом, за что я могу сказать, студии Sunrise просто гигантское спасибо, это то, что студия Sunrise приняла очень интересное решение. В сериале есть 3D-графика, ее достаточно много, она очень качественная, потому что Sunrise всегда рисует хорошо. Это студия, которая нарисовала ковбоя Бибопа, в конце концов. Но при этом сами роботы, мехи нарисованы в 2D, они не 3D-шные. То есть мехи анимированы покадрово, двухмерно и очень детально. Это придает картинке реально вот этот неповторимый флер Гандама. При этом графон все еще очень крутой. Блин, я вспоминаю, какие крутые мехи рисовали в 90-х, и помните, был просто совершенно чумовейший потлабор, где в потлаборе была такая анимация, местами, там просто безумие было. Серьезно, это история уровня потлабора. Первый из-за потлабора. Сам сюжет очень интересный. Он стартует типа с такого хай-скул истории типичной, но при этом вот эти вот гандамы, они раньше существовали как некие инструменты правительств. Здесь история в том, что на гандамах между собой воюют корпорации. Киберпанк 2077 был в роген. Да, 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 да. И главные герои учатся фактически в корпоративной школе управлять этими машинами убийцы для корпорации. И сюжет, он стартует у Лайтова, потихоньку он становится все более тяжелым и в конце заканчивается уже традиционными для гандама военными преступлениями. Все просто по канонам жанра. это же стандартное аниме. У тебя все начинается с школьников, которые типа ездят на пляж и бьют арбузы, а в конце инопланетяне воюют против богов и все они поезжирают младенцев. Короче говоря, Ведьма с Меркурия это неожиданно крутое аниме, даже если вам как мне насрать на гандам. Я бы никогда его не посмотрел, если бы его не рекомендовали чуваки с ютуба, которых я смотрю про аниме типа Гигука, которые просто были в каком-то диком восторге и я тоже не заметил за ними большой любви к мехе. Это реально красивый, классно сделанный боевик с очень клевыми героями, с очень красивой музыкой и с очень крутой графикой от в общем-то легендарной студии Санрайз. Поэтому если вдруг вы ищете вот что-то такое экшеновое, что-то такое анимешное, Ведьма с Меркурией это неожиданно приятный сюрприз для всех, кто вообще в принципе увлекается японской анимацией. Я вам рекомендую, знаете что, если вы увлекаетесь хоррорами, посмотрите хоррор, который называется Меган. Блин, я когда видел трейлер, он мне показался таким криповым и самое главное, что очень криповый главный персонаж. такой прям вот дальше вроде ничего на экране такого не происходит, а тебе уже немножко жутковато. Следи за руками, что называется. Давай сразу с места в карьер. О чем хоррор Меган? Есть кукла, которая типа ИИ, такой продвинутый помощник для детей, она сходит с ума и перехуяривает кучу народу, но в конце ее убивают и на этом фильм заканчивается. Чаки. Классические Чаки, или там невеста Чаки. Конкретно в данном случае, да? Но, во-первых, здесь запоминающиеся главные персонажи, главной героини, которая изобретательница роботов, девочка, кстати, вот удивительный момент, но в Меган ребенок хорошо играет. То есть прям это даже странно, потому что обычно дети играют ну хуево в фильмах. Ну, блядь, ну не могут они играть. Было Рамзи. Да. И второй момент, здесь довольно прикольный антагонист, сама эта кукла, потому что у нее хорошо прописана мотивация, она не тупая, как большинство, знаешь, этих, как сказать, главных гадов, типа, я должна убить всех человеков, потому что причины. Нет, здесь есть как бы, ну, конкретные действия. Второй момент, некоторые моменты, ну, такие прям классические, клишированные для хоррора, да, ну, то есть очевидно, что кукла сойдет с ума в какой-то момент, ну, то есть это логично, да, из всего истории. Но... Ты этого ждешь, но почему это происходит, все равно как бы поясняется, ну, довольно интересным способом, на мой взгляд. Второй момент, мы сегодня обсуждали что-то ГПТ и всякие там типа бинги, вот это конкретно история про это, потому что главная героиня, изобретательница, пытается продать своих роботов. И у нее получается это сделать только как куклу помощника для девочек или там для мальчиков, ну, просто как для детей, да, у которых есть проблемы с там типа общением, например. Беды с башкой. Да, 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 ну, и, собственно говоря, эта кукла выступает как таким вот типа чат ГПТ только для ребенка, отвечает на все его вопросы, там типа напоминает ему, что там пора пойти зуб почистить, там, не знаю, уроки сделать и так далее, и тому подобное. То есть такой типа помощник голосовой, но для ребенка в виде куклы. Я подумал о том, что, блин, это такая прикольная идея, потому что очевидно, что так будет рано или поздно. Чувак, ты даже не представляешь, какое количество компаний типа Маттелла и Хасбур сейчас работает над этим. Да, и вот именно это нас ждет, блядь. Вот это гадость. Помнишь, был Айбо? Ферби, Ферби Тимур. Вот эти все Ферби, Айбо и прочие, короче, я вас просто уверяю, что будут делать таких. Будет вторая волна таких игрушек, я уверен. которые будут тебе как бы базово отвечать ребенку, ну осмысленно, осознанно. Давать ребенку базу. Тебе не нужно высшее образование, ведь ты пойдешь на завод. База. Самое страшное, что будет первым делом типа подключить вашу игрушку к Wi-Fi. Скачиваю языковую модель. Там есть моменты, которые мы постоянно в подкасте обсуждаем. Знаешь, например, слежка за пользователем, типа Меган, отключись. Ты точно отключилась? Это как я видел картинку, которая объясняет, как работает Алекса. Ну вот, голосовая колонка. Знаешь, там типа, Алекса, выключись. Херакс у нее показывается, типа, что выключилась. Алекса, включись. Такая, хоп, включилась тут же. Ты же, блядь, выключилась. Вот, вот здесь примерно то же самое. Так что, на удивление, это такой хороший хоррор. То есть, никаких там, типа, звезд с неба он не хватает, но это просто хороший хоррор, который просто интересно посмотреть. Я вот давно такого не видел. он хорошо попал в струю. Да, да, я абсолютно согласен. Вот сейчас все такие, типа, искусственный интеллект, искусственный интеллект, они реально сделали хоррор про, как бы, про искусственный интеллект, но который, типа, вредит не тебе, а ребенку. Да, да, да. И твоему самому дорогому, как бы, и все такие, типа, блядь, вот когда, представляешь, первую куклу выпустят на каком-нибудь СЕС-2026, да, вот такого рода. За ней будут пристально следить, конечно. И все будут такие, блядь, помните фильм Меган? Вот это ж оно, понимаешь, как бы, вот я прям уверен, что так и будет. Короче, мне понравилось, я говорю, не стоит там, что думаешь, это как-то шедевр, нет, это просто хороший фильм. Вот и все. Да. И я буквально одной строкой, на самом деле, посоветую очевидное. Тут вышел второй сезон Фермы Кларксона. Это, в общем-то, документальный такой сериал от главного заводила Топ Гира и Гран Тура, про то, как он менеджерит свою ферму. Мы очень горячо рекомендовали первый сезон. Так вот, второй сезон, все то же самое, еще больше трэша, еще больше полного непонимания Кларксона, как работает сельское хозяйство, совершенно восхитительные моменты, и вообще все шоу, потому что я не хочу реально расписывать подробности, настолько оно само по себе классное. Шоу можно описать одним диалогом Кларксона, когда он едет покупать коров. Ему пришла в голову гениальная идея купить коров, потому что коровы удобряют, короче, говном землю, значит, можно экономить на удобрениях, и если что, ряд коров можно забивать, открыть свой ресторан и продавать стейки. И он такой, да, вот, хорошо, сколько стоит вот это стадо коров? 112 тысяч фунтов. Да, я могу купить на эти деньги Альфа. Что можете купить, там фермеры? Альфа Ромео, машину. А, ну вы понимаете, в отличие от машины, за ними надо ведь еще постоянно следить, они могут заболеть, они могут понести, они могут неожиданно взять и сдохнуть, прям как Альфа Ромео. Короче, ферма Кварксона все еще отличная, второй сезон, это просто потрясающая история, чтобы... А кто ему помогает вообще заниматься там как бы всей этой фигнёй? Никто. Ну ты чё, с ними же какие-то там персонажи? Нет, естественно, там есть те же персонажи, что и в первом сезоне, его основной помощник по хозяйству Кейли, чистая деревенщина, в хорошем смысле, да, человек, человек, который считает Лондон за границей, потому что он всю жизнь прожил вот в этом городке, где находится его ферма, да, у него есть менеджер, который, собственно, помогает ему с удобрениями, с расчётами там, прочих вещей, и у него есть ряд сотрудников, например, один из сотрудников менеджер по безопасности, по-русски говоря, разнорабочий, который занимается на ферме всем, вот, у этого чувака настолько адский мидландский акцент, что его в определённый момент не понимают даже субтитры Амазона. Это indistinctive chatter. Да, 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 короче, очень советую, если не смотрели первый сезон, два сезона залпом, шикарное времяпрепровождение и отлично поднимает настроение, очень классный антистресс. Да, если вдруг вы не поняли, как бы, ну, на случай, Кларксон, Джереми Кларксон, это, ну, как бы, один из главных фронтменов, соответственно, Топ Гира и новое их шоу, которое называется The Grand Tour. Grand Tour, да. Фил Спенсер провел нам 150 рублей донат в честь получения испанской визы и скоро в релоке, это в Барсу. Тимур, нужна третья часть твоих приключений. Макс и Диму нужен кабинет лора по Властелинам колец. Ей, спасибо тебе, братан. Да, спасибо большое. спасибо, бро. Я могу только вас поздравить всех, потому что, как бы, когда мне пишут, типа, а я переехал в Португалию, а я в Испанию, а я там, типа, в Нидерланды, я такой, стоит, то я буду очень рад. Вот. Димка, что ты это прикольного еще посмотрел? Я посмотрел старый фильм, прям старый, старый фильм, называется Теория заговора Конспироситирия. Там играет, Мел Гибсон, там играет Мел Гибсон и Джулия Робертс. И, я могу сказать так, во-первых, удивительная история, Мел Гибсон играет самого себя. Бля, чувак, я смотрел этот фильм по телеку. Да. Когда еще смотрел. 97-й год, братан, как бы, ну да, 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 да. Короче, в чем история? Значит, Мел Гибсон играет такого слегка поехавшего таксиста, который выпускает некий бюллетень, ну, такая, типа, самописная газета, которая называется как раз Теория заговора, и он там рассказывает, что вот там, типа, что такое химтрейлы, что там, типа, 9-11 was inside job, там, ну, и тогда, хотя, нет, подожди, это вы тогда еще не было, 97-й год. Тогда еще не было. Ну, в общем, такого рода истории, вот, и, соответственно, следит за некими передвигающимися черными пативенами, в которых, ну, якобы, ездят ФБР или там, не знаю, ЦРУ и так далее. И все вроде бы, ну, то есть, ты понимаешь, что он немножко ебанько, вот, потому что, вдобавок ко всему, он следит за героиней Джулии Робертс и наблюдает, как она там, типа, дома занимается на тренажерах. Ну, то есть, такой сталкер, знаешь, который придумал себе любовь. Чувак, не вызывающий доверия. Да. Но прикол в том, что в какой-то момент, после того, как он замечает то ли ФБРовцев, то ли ЦРУшников, хер пойми, следящих за ним, внезапно выясняется, что одна из его теорий заговора, в которых он написал в своей газете, на самом деле является правдой, а вот какая он не знает, и никто ему не говорит. То есть, на самом деле, довольно прикольный такой, ну, я бы сказал, наверное, в каком-то смысле боевик, наверное, то есть, местами точно. Но в целом, посмотреть было прикольно, очень удивительно, что Мал Гибсон с годами, в общем-то, превратился в пародию на самого себя, потому что он же именно такой сейчас и есть. Вот именно тот человек, который вот, 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 этот таксист. Тут самая ужасная вещь, что когда у людей появился интернет, то огромное количество, собственно, людей, которых ты всегда знал, ну, по, знаешь, каким-то выверенным статьям, по выверенным интервью, там, и так далее, ты вдруг узнал, что они поехали. А это проблема Твиттера, братишка, понимаешь, ты раньше получал информацию о знаменитостях через третьи руки, то есть, это был либо менеджер этого знаменитости, либо это была какая-нибудь там студия, да, которая там, типа, заявление актера тебе предоставила. Журнал, да, или там интервью, и так далее, и так далее, и так подобно. А здесь внезапно в Твиттер можно писать прям вот все, что думаешь, все свои мысли, ничего не фильтруя абсолютно, потому что ты же знаменитость, и в результате градус селебрити, скажем так, он упал очень низко. Ну, я больше всего был в шоке, конечно, что существуют такие персонажи, типа, какого-нибудь условного Роджера Уотерса, там, из Пинк Флойда, да, который просто такую дичь затирает, просто ты сидишь такой, что? и таких людей много, как бы, помнишь, Викторию Боню, которая там говорил про Том Круз, пожалуйста, зачем далеко ходить? Хороший актер. Ну, Том Круз, кстати, публично, сам по себе, ничего такого не говорит. Мне кажется, просто не следишь. Тут что-то, хочешь, конечно, он где-то когда-то, что-то такое пизданул. Вся история с замечательной сектой, как она называется, профессионологов, я знаю, но он сам никогда ничего не говорил, у тебя, как бы, сам ничего не делал такого, как бы, что за что прям, такой, а, на нахуй, вот, да, вот, все понятно. Есть ролики, где Том Круз на каком-то собрании саентологов выходит и поздравляет с назначением очередного местного главу секты, типа, что он стал там каким-то, на следующий уровень перешел, условно говоря, да, и он там чуть ли не руку в римском приветствии вскидывает вверх и говорит, что мы захватим весь мир, примерно так это выглядит, серьезно, прикольно, я посмотрел, ну, эти скидки, ладно, ну, короче, в общем, теория заговора, ты, как бы, так аккуратненько советуешь посмотреть, как поностальгировать, да, если что-то хочется, прикольно, я старое посмотреть, да, да, согласен, прикольно, да, слушайте, я, у нас сегодня, поскольку день аниме, выпуск, посвященный аниме, то я хотел вам посоветовать довольно крутое аниме, которое я про него узнал совершенно случайно вообще, называется Хикарино Уу, это король огненной охоты, я скажу так, что это очень необычное аниме, потому что как минимум, оно очень необычно нарисовано, в нем нету типичных вот этих всех клише по поводу там Аяши, как бы, и там школьников, про там, типа типичные вот эти все истории, поехали на пляж, а сейчас будет Рождество, и там, и так далее, и так далее, это крутое такое жанровое аниме про сюжет интересный, интересные персонажи, которых как бы ты совершенно не ожидаешь вообще увидеть здесь, что это такое? это такое околофэнтезийная, такая альтернативная, типа там, история, в какой-то момент у человечества случился некий катаклизм, непонятный, и в этот катаклизм так получилось, что люди стали все очень сильно подвержены горению, то есть любое, любая искра малейшая от настоящего обычного пламени, ну, такого стандартного пламени, приводит к тому, что люди просто, типа, прям взрываются, короче, и все окружающие тоже начинают взрываться, то есть целый там город просто взрывается, и вот такие все люди начинают избегать огня, но параллельно все эти люди как бы начинают сталкиваться с жуткими монстрами, которые появляются, соответственно, вот по всей планете, везде, и в какой-то, после этого становится понятно, что у этих монстров есть, есть их убить, короче, в них есть кровь, на которой с определенным воздействием из нее можно выжать огонь, опять же, но огонь, от которого они не будут взрываться. Нихуя не понял. То есть, типа, нормальный огонь. Это на самом деле, как бы, когда ты просто про все это говоришь, оно, как бы, makes no sense. Когда ты начинаешь все-таки это смотреть, оно как-то довольно интересно, как бы, складывается в общую картину. То есть, люди избегают огонь, но приходят монстры, которых можно убить и извлечь огонь. Из них, нет, смотри, грубо говоря, типа, как бы, у тебя обычный огонь это окисление, там, чего-то, да, а представьте, что это огонь, который получается некой химической реакцией, ну, знаешь, как вот, типа, не просто огонь, а некая там, типа, химическая реакция происходит из крови. И они за счет этого, как бы, люди, которые разбежались, по сути, по маленьким деревням, маленьким анклавам, где запрещали все вообще какой-либо там, даже намек на огонь, и, про сути, вся промышленность, все полностью умерло, ну, то есть, люди в пещерном веке начинают. А как они готовят еду? Никак. Сырую или? Ну, там сырую, да, болеют, все помирают, эпидемии, там полный пиздец, вот, и вот они в какой-то момент, как бы, начинают иметь возможность из этих монстров извлекать вот это их кровь, из этой крови, как бы, соответственно, делать какой-то огонь, но безопасный, от которого они не загораются. И не, не, типа, не первородный огонь, а типа такой, типа, специальный огонь. Зачет напоминает сюжет Трек-Солса третьего. Ну, если честно, я не помню там такого. там было горнило первого пламени, который, типа, огонь, который, скажем так, спалил весь мир, вот, и у тебя дальше, после того, как весь мир спалил, вот эти вот Ashen One, как они, пепельные, это, по сути, человечество, которое вот в виде таких вот живет. Попаленных, да, чувачков. Ну, в общем, прикол в том, что, как бы, ты, ну, вот такая фабула, и тебе показывают, что вот это человечество, как бы, у него обратно начинает потихоньку появляться промышленность, потихоньку появляться наука, ну, то есть, типа, прошло там, условно, сто лет. А они все еще в крови тут убивают, да? Да, и они вот убивают этих монстров, из этой крови там, что только типа не делают. При этом у них есть остатки старых, древних технологий каких-то, но никто не знает, как они работают. Ну, то есть, типа, как-то что-то работает, как бы, ну, как хуй знает, как почти непонятно, короче, вот. То есть, если что-то сломалось, то оно сломалось, вот. За редким исключением, типа, то, что они узнают. И вот у тебя история в том, что девочка пошла в одной из деревень, в лес, и на нее напал такой монстр, и выскочил один из охотников, охотники вот эти, которые умеют убивать этих монстров, это типа привилегированный суперкласс, потому что от них зависит, типа, жизнь всего человечества. Они добывают кровь вот эту, которая, как нефть местная такая условно. И, как бы, он погибает, и вместе с ним остается его охотничья собака, которую, ну, как бы, они добивают этого монстра, но она остается жива, и девочка с этой собакой, типа, непонятно, что делать. И ее, ее селяне отправляют с местным караваном, который, типа, там, курсирует везде в столицу, типа, ты должна отдать эту собаку семье погибшего охотника, потому что собака очень ценная, они их специально тренируют, отдать вот этот супер-пупер их оружие, они сражаются с перцами серпами, короче, отдать оружие, оно очень дорогое тоже, они, даже твоя жизнь не стоит столько, сколько стоит этот собак и этот серп, короче, иди возвращай их, вот, пиздуй вот туда, в столицу, короче. И вот она отправляется в это путешествие, и встречает разных интересных людей, а параллельно, типа, показывают сюжет, где в этой самой столице сын этого охотника, который погиб из-за этой девочки, ну, защищая ее, он, типа, супер-пупер такой ученый, вот, но пришел из низов, и вот как к нему приходит, там, местный богач, который пытается сделать так, чтобы он изучил, соответственно, лучше, вот эту самую, там, супер-кровь от вот этих монстров, и там начинаются политические интриги, начинаются, как бы, психологические какие-то штуки, но самое главное, что он очень необычно, интересно нарисован, там местами, как бы, знаете, такая прям, вроде простая рисовка, как бы, но очень экспрессивно и классно, а во-вторых, опять же, очень интересные персонажи, и вот в нем есть момент, примерно, как в «Рожденном бездне», когда у тебя, вроде бы, такие, типа, простые персонажи, вроде как, типа, такие, вот они, как бы, не брутальные, ничего, и вроде как, как бы, да, окей, какая-то там, типа, фигня происходит, как бы, но ничего, сейчас все дальше, пиздец, всех расхуярило, и такой, просто, что? Как бы, я вроде бы смотрел, что-то такое, не очень напряжное, вот. Я смотрю, это очень популярная тема в японской анимации. Ну, там, прям, как бы, местами, тебя на экране, там, кровь кишки распидорасила, а в плане, вот, именно психологическом, вот, и он, ну, местами тяжеловатый, я бы так сказал, что сериал, он прямо сейчас идет в ангоинге, я вот посмотрел, как бы, все серии, которые вот прямо сейчас вышли, очень интересно, вот, и опять же, нетривиальный сюжет, ни школьники заебавшие, ни сикай, ничего такого, а просто, действительно, очень интересный сюжет, рассказывающий про двух персонажей, которые, как бы, ну, уже заведомо, друг с другом немного связаны, потому что девочку спас отец, и, соответственно, сын этого отца, и вот как они двигаются навстречу друг другу, постепенно, и, как бы, явно назревающий там политический конфликт, цивилизационный конфликт, откуда идти все монстры, что, чего, как, почему, зачем, и вот, прям, действительно, очень интересно смотреть, и, опять же, необычный риск, по-моему, что-то 8, что ли, кажется, типа того, и очень крутой саундтрек, прям, прям, максимально советую, как бы, вот, опять же, как бы, персонажи, подача, и все, короче, я дико вам советую, Хикарина У, Король Огненоохоты, это вот, типа, за последние, наверное, там, вот, за начало года, это один из самых, одно из самых лучших аниме, что вот я вообще видел, как бы, мне очень зашло, я прям максимально советую. Советуешь, конечно. Да. Слушайте, мы перейдем к той теме, которая достаточно контролюсивная, и, в общем-то, то же самое, как история с Hogarth's Legacy, есть люди, которые не могут от, соединить, скажем так, творца творения, мы поговорим про игру Atomic Heart, которая вышла буквально, вот, на днях, что называется, я поиграл в нее, шесть часов, я дошел до открытого мира, может, на шестичасовой стрим, вы можете посмотреть у нас, на нашем YouTube-канале, но история в следующем, про что Atomic Heart, если вы все это время сидели в, не знаю, там, подвале, и не слышали, о чем игра, история в следующем, это альтернативное будущее, точнее, альтернативное прошлое, альтернативное СССР, в котором в 37-м году изобретают специальный полимер, который позволяет получить, ну, по сути, неограниченные технологические возможности, что приводит к тотальной робототехнике, уже к 50-м годам огромное количество роботов изобретено, огромное количество технологического прорыва, но почему-то не изобрели iPhone, что довольно странно, на мой взгляд. Ну, это 50-е, ничего, потом додумаются. И вот, вы играете за майора некого, который работает на какое-то секретное подразделение, которого главный конструктор всех этих роботов вызывает к себе и дает задание проникнуть на специальный объект, который находится в Казахстане, и выяснить, что там вообще происходит, найти некого предателя, который что-то там натворил на этом объекте. Собственно говоря, прилетая на этот объект, ты понимаешь, что все роботы поехали крышей, ну и, собственно говоря, начинается самый главный сюжет Atomic Heart. Atomic Heart это игра, которая, ну, якобы по своим, скажем так, вайбам, должна по идее восхвалять Советский Союз, и в чем ее многие упрекают, и именно поэтому пытаются говорить о том, что это игра, которая нахер не нужна. Я могу сказать так, я как человек, который поиграл, и который не любит Советский Союз, который в нее поиграл, могу сказать, что нет. Здесь скорее СССР выступает как некая такая фон, я бы так это назвал. То есть это примерно как, не знаю, вот в Мэтт Максе есть фон, это постапокалипсис, да, то есть не дается какой-то оценки того, из-за чего произошел постапокалипсис. Тут то же самое, не дается никакой оценки СССР, все понятно, то есть почему это именно такая игра, то есть не хотели, видимо, и не восхвалять, и не обижать никого, поэтому эта игра, скорее напоминает мемы. То есть, если помните, был такой мем, в котором тебе говорили, о, в наши-то времена, там, мороз были, минус сто, и люди все румяные ходили там, а на улицу люди все ходили и радостно улыбались, по ночам просыпались от счастливого, доброго смеха, ну, помните, да, эти мемы. Вот примерно про это игра, то есть это по сути такой китч, возведенный, я не знаю, на максимум, то есть это пародия на ретро-игры, пародия на многие, скажем так, достижения Советского Союза, которые, естественно, не были бы возможны в таком виде гиперболизированном, в котором они здесь подаются, ну и пародия на многие мемы, собственно говоря, в самом начале игры, когда ты только начинаешь играть, тебе персонаж говорит, типа, там, местный NPC, он говорит, ой, пароль на моем там телефоне 0451, я такой, а, I understood that reference, я понял, о чем тут идет речь, в целом, игру сравнивают с Bioshock Infinite, и, наверное, в принципе, понятно почему, то есть здесь, когда ты попадаешь внутри этого подземного комплекса, который там в Казахстане находится, все происходит как в Bioshock, то есть ты читаешь записки, которые там на местных компьютерах расположены, ты ныкаешься от камер наблюдения, которые вызывают тревогу, ты пытаешься этих роботов потихонечку постелся там грохать и так далее, но это не имерсив сим, то есть можно, такое впечатление могло бы создаться, да, потому что, ну, некоторые моменты очень похожи, то есть тебя погружая внутрь этого сеттинга, в котором происходит просто адва ебанина внутри СССР с роботами, да, но тебе не дают альтернативных решений задачи, то есть, например, ты подходишь там, не знаю, к двери, на двери висит замок, и вот хочешь, вот как угодно, но ты должен взломать этот замок с помощью там местной мини-игры, да, которая в этой игре есть, у тебя нет возможности как в Prey превратиться в кружку и пролезть там сквозь прутья, да? Короче, это все-таки линейная достаточно игра с вайбами Мерсив Сима, да, это линейная игра с вайбами Мерсив Сима, и в принципе, наверное, называть ее Мерсив Симу не совсем корректно, потому что, в первую очередь, это все-таки шутер, и шутер, который, как ни странно, рассчитан очень много на мелиху, то есть, большую часть истории, которой вы будете пиздить роботов то топором, то палками, ну, в общем, вы поняли идею, да? Второй момент, что сравнивать с Биошоком, потому что у главных героев есть некий аналог плазмидов, как в Биошоке, то есть, некая магия, которую ты прокачиваешь, то есть, ты можешь там замораживать врагов, можешь их поднимать в воздух левитацией, там, покрывать их специальным полимером, который наносит им больше урона, или там электричеством их пиздить, то есть, это то, как это было сделано в Биошоке с плазмидами, то есть, один в один, что в целом, в принципе, нормально, но проблема вот в чем, дело в том, что, как и в Биошоке, я сейчас понимаю, что я сейчас по Тимуру прям проедусь, знаешь, прям как это, паровым катком, ты готовься, братан, сейчас будет плохо, я понимаю, что Биошоке Инфинит тебе очень понравился, и ты недавно прошел ее на Маке, да, прошел еще раз, но ты согласен, у меня свежие впечатления, но ты согласен с тем, что Биошоке Инфинит говеная стрельба? да, конечно, и что весь основной смысл игры, наверное, все-таки не в стрельбе, хотя ее там очень много, да, абсолютно, вот Атомикард страдает от той же самой проблемы, стрельба просто пиздец, ебанное говно, вот, блядь, говно-говно, вот, блядь, вот, это как сопутствующий такой типа, как бы, элемент, да, соответственно, Мелиха, ну, наверное, в каком-то степени сделала чуток получше, но поскольку враги представляют собой такие губки для пуль, которых хуй убьешь, я вообще советую людям, если вы будете в нее играть, играть в нее, наверное, на изи, потому что на нормале, блядь, это просто невозможно, я попробовал, мне не понравилось, второй момент, с Атомикардом есть, с Атомикардом есть, с Атомикардом есть следующая история, это якобы русская игра, на самом деле это не так, она сделана студией, которая выходца из России, конечно, но они находятся на Кипре, и, судя по титрам, которые там есть, там работает огромное количество народу из разных стран, поэтому называть ее русской игрой не совсем корректно, якобы она спонсирована Газпромом, и в России она выходит на ВК, вот это вот ВК-плей, или как он там называется, который лежит благополучно из-за релиза, да, но я думаю, что это связано не с тем, что у них там какие-то супер-попер-спонсоры, а исключительно с тем, что в Стиме ее, ну, не получится просто продать, ну, как бы из-за санкций, из-за всех историй, в России, да, очень сложно пополнять Стим, даже если хочется, это правда. Я думаю, что это не так, и что, скорее всего, как раз-таки спокойно можно ее было бы продавать и в Стиме, потому что ее можно продавать почему-то на Плейстейшне, на Иксбоксе, а значит, в Стиме точно никаких проблем бы не было, и я думаю, что, опять же, это все-таки завязано на некие отношения, которые, как бы, есть у студии с ВК, с ВК-плеем, скорее всего, возможно, ВК-плей для ее, для запуска его и для продвижения выкупили права на какую-то игру типа за какие-то большие деньги, что позволило как раз-таки типа может быть и проспонсировать разработку в том числе. Не знаю, насчет спонсировать разработки, потому что большую часть денег им дали китайцы из Сенсента, так-то. Ты не знаешь, кто сколько дал им денег. Это самый главный спонсор, их на сайте написано. обсуждать эту тему, абсолютно, если честно. Ну ладно, короче, суть не важна, но история в том, что... Почему мы вообще эту тему затрагиваем? Потому что многие люди сейчас, блядь, за каким-то хером начинают бойкот этой игры, что типа, блядь, русская игра, нахуй она нужна и так далее. Но она, блядь, не русская, у нее издатель французский фокус интерактив. Алло. Ну то есть как бы когда ты покупаешь игру, ты заносишь деньги, блядь, французам в первую очередь. Это те самые пидорасы, кстати, какие-то, которые, помнишь, типа, чуваков Frogwares лишили прав на их игру про Желку Холмса. Там была достаточно мутная история, но суть не важна, короче, я к чему все это рассказываю? Внезапно оказалось, что Atomic Heart это довольно неплохая игра. Ну то есть я почему-то всю жизнь думал, что Atomic Heart по всем этим роликам, по всем тем трейлерам, которые выходили, ну это будет такой, блядь, дженерик, блядь, говно, знаешь, прям, ну вот, блядь, говно, говно, да? То есть визуал красивый, а все остальное будет сделано через жопу. Я ошибался, потому что, на мой взгляд, игра неплохая. Она ни в коем случае не шедевр. И я уверен, что большинству, точнее, даже не большинству, какому-то количеству людей игра не понравится, потому что в ней хуёвая стрельба, в ней отвратительнейший open world, серьезно, я такого хуёвого open world давно не видел, вот, но в целом, то, как игра сделана, и какие в ней есть моменты, чисто геймплейные, да, которые там есть, и как она выглядит, с точки зрения арт-дирекшна, ты понимаешь, что если Moonfish сделала свою первую игру, то, скорее всего, вторая их игра получится просто ёбаным шедевром. Ну, потому что, ну, не бывает первых игр, которые сделаны настолько круто. Понятно, что это не та игра, которую ты ставишь там 10 из 10, и там, не знаю, там, говоришь, что это просто лучшая игра на свете, нет, это просто хорошая игра, то есть, ну, на семерочку, я считаю, что свой, скажем так, рейтинг в 7 из 10 она полностью оправдывает, то есть... Мне кажется, что самое интересное во всей этой истории с тем, что, типа, якобы, а там и карты не существует вообще. Да, 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 были такие рассуждения, я помню, но ты их читал. Да, самое интересное оказалось то, что слив, который произошел примерно год назад, о том, как велась разработка игры, о том, что там приходили чуваки и в последний момент все меняли, о том, что, а давайте наебашим туда вот это, а давайте вот это, а давайте вон то, а давайте вон то, приводило к тому, что у тебя огромное количество каких-то механик, каких-то непонятных фигней, которые встречались чуть ли не единственный раз в игре, и никто не придумал, как это правильно связать. И оказалось, что это все правда. И как бы, вот я сколько читаю как бы разборы вот именно вот этих всех историй о том, что в игре огромное количество всего наебашили, а как бы забыли как бы все это превратить в какую-то единую систему, чтобы оно типа все вместе как бы работало, и чтобы все это правильно было совмещено. И я думаю, что если это правда, то возможно и другие вещи тоже были правды из того конкретного слива. Вот. А там было много интересного про менеджмент, того, как в общем-то все это происходило, и я думаю, что там все было не очень гладко. Такое говно можно найти про любую триповую идею. Да, ты вот, ты же читал книжку Шрайера, ты вспомни, какое количество историй было с достаточно крупными студиями. И опытными, да. Я уж не говорю про всяких супер-пупер гарантов индустрии, типа того же Activision Blizzard, которая просто хуйцов соснула со многими своими играми. И со многими своими разработками, да. Или там, не знаю, он, пожалуйста, чё, Naughty Dog не обосрался, по-твоему, с огромным количеством кондиверсивности в свой адрес, когда делал Lost Lost 2? Ну, как бы, камон. Огромное количество людей писало то, что, господи, нам нужны профсоюзы, потому что там же пиздец заставляет людей работать, ты что? Ты помнишь эту историю? Огромная текучка в Naughty Dog. Этого не помнишь, да? Я, как бы, всё это помню, но я не считаю, что это прям супер-гипер такая, вот прям, большая проблема. Я считаю, что конкретно на любую контору можно накопать такого говна. Это правда, но, как бы, я могу сказать так, что им нужно было подождать с релизом этой игры, потому что, на самом деле, ну, позиция, так скажем, там, развитого мира по поводу, как бы, всей этой истории. Это как, когда они сделали в Москве вот этот ебейший, тупорылейший ивент, как бы, который был спонсирован на бабки, как раз таки, ВК. Вот, вот, вот ивент, как бы, с галорификацией совка, как бы, я считаю, что это было ужасно. И с игрой тоже стоило подождать. Ее надо было отложить в долгий ящик когда-нибудь, куда-нибудь, чего-нибудь, как бы, да, или, я не знаю, с какими-нибудь безумными стейтментами все это дело, там, типа, выпускать, что, типа, пацаны, ну, ситуация такая, а игру-то мы начали делать, блядь, вообще там, типа, 8, блин, лет назад, 6 лет назад. У нее 40 тысяч игроков в стиме и 85 положительных отзывов. Это та же история, что с Поттером, вот серьезно. Да, я согласен абсолютно. Это волнует определенную прослойку людей, но прослойку игроков это не волнует. А уж как к этому относиться личное дело каждого, вот я так считаю. Чувак, понимаешь, ты западный игражур, который не любит Россию, по вполне очевидным причинам, ты должен написать статью о том, что русские игры равно говно, но проблема в том, что Atomic Cart это, во-первых, а, не русская игра, во-вторых, она не говно, понимаешь, и у людей возникает когнитивный диссонанс, как так может быть? Ну, то есть, это основная сейчас проблема в обсуждении этой игры. Если бы она была говно, ее хуесосить можно было легко и просто, так же, как она с Хогвартсом. Если бы Роулинг заткнулась, никаких проблем бы с Хогвартсом не было, понимаешь? Потому что люди бы поставили ей восьмерки, девятки и десятки, и все замечательно, было бы прекрасно. И не было бы этого идиотского обсуждения, то же самое из этого. Потому что многие люди не могут отделить продукт от Творца. У них почему-то это, для тебя все в одно в голове. Ну, то есть, условно говоря, ты вот сегодня разговаривал нас по поводу, там, не знаю, как это, блядь, актрисы, господи, Саквамена второго. Эмбер Хёрд. Эмбер Хёрд, да. По-хорошему, все эти истории, то, что вот тестовые показы хуевые у фильма, они не должны людей волновать вообще, потому что люди должны смотреть, а, на актерскую игру, б, на сюжет, и там, в, на подачу всего этого фильма, да. А то, что ты приходишь со своими черными мыслями в голове о том, что Эмбер Хёрд, оказывается, насрала на постель Джонни Деппа, значит, автоматический фильм, говно, ну, извини, ты пришел с таким настроением. То же самое с Атами Хартом. Ты себя настроил на то, что Россия равно говно, значит, Атами Харт говно, хотя это, блядь, абсолютно взаимоисключающие понятия, абсолютно разные вещи. Ты неправильно, ты сейчас занимаешься подменой понятий. Почему это? Потому что ты берешь и выстраиваешь логическую цепочку, заведомо неверную, и, исходя из этой логической цепочки, двигаешься дальше вперед. То есть, ты берешь и говоришь, типа, если ты считаешь, что если Россия говно, типа, как бы, и то Атами Харт тоже говно. Нет, блядь, чувак, никто так не считает. Именно так люди считают, блядь, статьи пишут, алё, чувак, статьи пишут о том, что Атами Харт спонсировался буквально российской госкорпорацией. Ну. Вот поэтому он говно, а не потому, что это равно России. Я напоминаю, что половина западной игровой индустрии принадлежит Тонценту, у которого есть в уйгурце-дизайновском округе. погоди, то есть, когда мы говорим о том, что есть плохая компания, ты никогда не задумывался о том, что делала компания Unilever, которая делает йогурты, твои любимые, или там еще какие-нибудь зубную пасту? Какой хуйней она занимается? Никогда не задумывался об этом? Никогда не задумывался о том, что произошло, не знаю, в индийском городе Бухопал? Никогда не задумывался об этом? Можно еще даже сказать о том, что у тебя есть удобный Илон Маск, есть Тесла, и люди, которые ездят на Теслах, все еще не торопятся их сдать обратно, как бы, несмотря на то, что они видят, что Илон Маск пиздец. Понимаешь? Я просто к тому, что если уж вы потребляете продукт, который делает плохая корпорация, плохой менеджмент, плохая страна или так далее, то, пожалуйста, научитесь любить продукт, а не то, кто тебе этот продукт поставил. Вот и все. То есть не надо вот этого... Смотри, я веду все это к тому, что я понимаю, почему, например, у огромного количества людей от этой игры бомбит. И я понимаю, почему они, там, например, ее бойкотируют. И я уверен, что на самом деле, если бы они эту игру выпустили, типа, например, в другой момент, у них, когда говорят, типа, 40 тысяч в Steam, как бы там у них играет... Вот объясни, какой другой момент? Какой другой момент? Ну какой? Какой может быть другой момент, если это, блядь, совок? Чувак, вот если бы они выпустили ее в другой момент, как бы, вообще 40 тысяч имеет хуйня полная, как бы, ну типа, окей, много народу, прямо сейчас играет, как бы, ну, блин, ребят, 40 тысяч. Я помню цифр, когда Black Ops выпускался на Xbox, 363 миллиона человек играл в него. Три, блядь, миллиона. Какие, блядь, 40 тысяч? Алло. Ну теперь посмотри статистику по Steam и пойми, что 40 тысяч это много. Ну как бы, окей, хорошо, но как бы, это же Steam. И что? Не все люди играют в Steam, ну, не все люди играют в Steam. Я просто к тому, что как бы, нужно смотреть, мне кажется, там, типа, на, там, топы там Xbox. Понимаешь? Чувак, надо смотреть на игру. Игра хорошая? Да. Можно в нее поиграть? Да. Есть недостатки? Да, есть. Я считаю, что было бы... А все остальное, это уже твои проблемы с башкой. Вот и все. Вот я так считаю. в 10 раз больше бы играло бы людей, если бы они выпустили в другой момент. Да, а если бы... Ладно, короче, давай мы закончим. Я понимаю, что мы сейчас посремся, потому что, ну, это явно контроверсивная для тебя тема, потому что... Ну, смотри, как бы... Ты явно настроен негативно по отношению к Atomic Heart. Поэтому я объясню проще, чувак. Давай так. Игра хорошая, раз. Она далеко не шедевр, в ней есть куча, дичайшее количество проблем, начиная с Open World и заканчивая стрельбой. И главный герой раздражает, который постоянно матерится, как, не знаю, как... Как гопник, который, знаешь, который... Есть кринжовые моменты в сюжете, например, там, не знаю, с сексуальным роботом-холодильником, который к тебе... апгрейды тебе делает и так далее. Но всё это не имеет никакого отношения к тому, где игра продаётся, кто её покупает, кто её не покупает, и как её будет хуесосить, и кто получает от неё прибыль. Нас это, как консюмеров, абсолютно ебать не должно. Понимаешь? Вот я так считаю. Ты считаешь по-другому? Окей. Смотри, как бы, у меня есть своё мнение, я считаю так, что, как бы, тут мне пытались уже в комментариях приписать культуру отмены, прошитую у меня в сознании, и это при том, что, как бы, я всегда в этом плане довольно адекватно отзываюсь о том, что, например, тот же самый Хогвартс Легаси, это не значит, что я согласен с Джоан Роулинг, как бы, да, типа, и это не значит, что... Причём я читал всё её комментарии, они зачастую, как бы, не настолько контроверсивные, как пытаются их показать. И к Хогвартс Легаси я отношусь вполне себе хорошо и даже думаю в неё поиграть. Но, блин, короче, я считаю, что с Атомик Хартом, как бы, им нужно было чуть поменьше, как бы, вот эту всю историю с глорификацией совка сделать. Там нет... Вот, вот, хороший вопрос задал. Там нет глорификации совка. Знаешь, почему? Почему? Потому что тебе в самом начале показывают парад, ну вот, типа, как всё красиво, да, в СССР, когда она изобрела супер-пупер-роботов, да, и так далее. Но дальше всё идёт по пизде. То есть, блядь, сразу же, буквально через первые, там, 30-30 минут игры. И всё оставшееся время тебе рассказывают о том, что, в общем-то, в совке всё хуёво. Поэтому там нет глорификации. А, не знаю, если человек видит перед собой серпа-молот и падает в опорок от того, как ему страшно от того, что совок вернётся, ну, проблема в башке. Я только так могу это объяснить. то есть, говорить о том, что Atomicard это глорификация совка, это значит, что ты не играл в игру и не знаешь, про что она вообще. но ты человек, который, как бы, сталкивается с этой игрой во внешнем поле. Да. Ты её ещё не купил, ты в неё ещё не поиграл, и ничто тебя, кроме Димки, который поиграл, говорит, да не-не-не, нихуя там нет глорификации совка, ничто тебя другое не разубеждает в этом, понимаешь? То есть, я к тому, что как бы, ну, блядь. А в каком момент у нас игры стали настолько сложными, что потребовали инструкции к себе? Мне кажется, эта дискуссия с нас никуда вообще не приведёт. Если говорить про Atomic Heart, из того, что я видел, игра оказалась куда как больше видеоигрой, чем про неё говорили и думали. Вот. И я, наверное, может быть, её попробую каким-то образом, хотя сейчас по к-версии какие-то колоссальные проблемы, а из бокса я свой назад забирать не собираюсь. Но если вам интересно составить собственное мнение, у нас есть шестичасовой стрим, где Димка играет собственно в игру, и я советую вам, в общем-то, с этим шестичасовым стримом ознакомиться и какой-то вывод сделать самим. Я, кстати, хотел ещё последнюю штуку сказать о том, что вот в Bioshock Infinity у тебя была показана Колумбия, Колумбия, в которой у тебя по сути была такая вот антиутопия, построенная на идеалах вот этих самых по сути таких условных кукл-клановцев, да? и они так правильно подали игру, так правильно её сделали, что всем абсолютно очевидно было, что это не превозношение вот этих вот пределов, а что это, блин, стопудовая, стопроцентная антиутопия, где у тебя как бы это вот всё разносит, что ты прям стопудово это знаешь. Здесь нет такого ощущения, что тебе как бы и вот в отличие от Bioshock Infinity нет ощущения, что тебе подают антиутопию, где тебе это всё высмеивают, где тебе всё это показывают гротеском таким, что типа это полный пиздец самок. Вот этого нет ощущения, а там было. Поэтому, даже ещё, когда ты ещё не поиграл в игру, уже было это ощущение, а здесь это ощущение нет. У меня было одно ощущение от Atomic Heart до того, кей в него поиграл, что это, блядь, игра наебалова. У меня было такое ощущение. Ну, потому что мне казалось, что игра либо не выйдет, либо это будет как Lada Racing Club, знаешь, когда игра одна, типа, ну, на бумаге одно, да, когда вышло, совершенно другое абсолютно. И, кстати, два диска, на втором, который был своп от Финды лежал, это было охуительно. Потому что за два диска надо было больше платить. Мне так казалось. Но теперь, когда я поиграл в неё, я понимаю, что это просто неплохая Double A. Ну, то есть, это не Triple A ни в коем случае, потому что она не настолько сильно вылизана, да? Есть куча глюков, есть проблемы и так далее, и тому подобное. Но я не понимаю, зачем к ней относиться чуть больше, чем если это просто игра. Вот я вот к этому не понимаю. То же самое как Hogarth Legacy. Я не понимаю, почему трансы рвутся из-за Hogarth Legacy, но не рвутся, например, из-за фильмов. Не рвутся, например, из-за там какого-нибудь Дэниела Рэдклиффа и не кидают в него там яйца в башку. По поводу всех этих трансфобных женщин, которым очень правильно чувак там в ТикТоке, блин, в ТикТоке, понимаешь, правильно им всем говорил о том, что, типа, девочки, я что-то не вижу ваши с плакатами перед парками Warner Bros., где как раз эти все Гарри Поттера как бы, типа, Хогвартса сделаны, где там типа, все везде как бы, чисто воды про Гарри Поттера, потому что Джоан Роллинг как раз получает по большей части деньги именно оттуда. И типа, ребят, я понимаю, почему вас там нету. Потому что надо в Орландо ехать, блин, и там стоять. Бомбить по поводу видеоигры в Твиттере проще, конечно, да, я согласен. Чем ехать вон туда бастовать, как бы. как бы, здесь тоже против видеоигры тоже бастовать на самом деле просто, как бы, да, а ты пойди и побастуй посерьезнее, чем просто, как бы, про видеоигру. Вот, поэтому, как бы, такое дело. Такое дело. Но я скажу так, что, как бы, вот я Atomic Heart подожду. Сейчас, вот честно сказать, не очень хочется, как бы, но когда-нибудь, может быть, наверное, я поиграю, посмотрю, что там как. Я очень надеюсь, что они выпустят какой-нибудь патч, который изменит Open World хотя бы в ту сторону, что там не будут постоянно спауниться ебучие ремонтные боты, вот, которые просто, блядь, делают ее невероятно раздражающей, знаешь, вот. То есть, смотри, объясню смысл, да, ты играешь 6 часов и ты играешь, ну, по сути, в такой хуевый Bioshock Infinite, да, ну, то есть, как бы Bioshock Infinite, но не слишком доделанный, да, без вот этих элементов Emersive Sima. А потом тебя отпускают в открытый мир и, блядь, лучше бы его не было вообще, вот, серьезно, вот лучше бы они сделали коридоры, 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 где ты знаешь, куда ты идешь, чтобы абсолютно все было линейно, потому что Open World выглядит в этой игре как не пришей пизде рукав, вот, серьезно. Вот это меня раздражает больше всего, а не все остальные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. А там правильно пишут, что это Bioshock дома, поэтому... В любом случае, я могу сказать так, я доволен, остался с Atomic Heart в целом, не могу сказать, что я... Играть в него, конечно же, не буду. Не могу сказать, что я ее рекомендую абсолютно всем, но, скажем так, ознакомиться и понять, что вот так можно теперь делать игры. Короче, для геймпасса покатит. Да, для геймпасса покатит. Огласен. Слушайте, ну и давайте под конец нашего, в общем-то, такого компактного в этот раз подкаста. У нас было не очень много новостей, у нас были впечатления, причем такие разнонаправленные. В этот раз у нас зато лучшие статьи прошедшей недели, и там достаточно много всего, и рубрику у нас неожиданно открывает Димка. Да. Я хотел вам посоветовать на самом деле не статью, а ролик на Ютубе, где чувак в течение часа рассказывает о том, как мобильные порочные практики, вот там, типа, лутбоксов, микротранзакций, там, и всех таких прочих вещей, как они, в принципе, появились в видеоиграх. Все началось, естественно, с Обливиона, в котором был в какой-то момент Хорс Армор DLC, мы его обсуждали много раз в подкасте, но как все докатилось до условного Диабло Иммортал, и какие игры на это повлияли, вот такая сборная видео-солянка по поводу того, как все это происходило, и как мы докатились до жизни. Как мы докатились до батлпассов и прочего говна, да, это вот именно оно. Короче, видос советую, да. У нас еще довольно крутая, на самом деле, статья на сайте Time, ну, то есть журнал Time, вот, про то, как гонка и вообще поменяет все вокруг нас. Ну, то есть, естественно, все это написано на основе вектора, который сейчас мы видим при, по сути, как бы такой битве чат ГПТ, Майкрософта, Гугла и всех-всех-всех, какое количество сервисов делается, как бы, на основе вот уже сейчас существующих всех этих вещей, генеративные, соответственно, там, изображения, генеративный текст, код, все что угодно, и как, вот, что мы можем ожидать в условном ближайшем, там, или отдаленном будущем на основе вот этой самой гонки, которую еще 10 лет назад даже никто предвидеть не мог. Ну, вот, даже 5 лет назад. Вот, а сейчас мы реально являемся свидетелями вот этой технологической революции, и, как бы, вот тут пытаются журналисты как-то понять вообще, к чему все это может привести. Вот. Да. Ну, и еще одна статья, которую хочу посоветовать я, она на английском, это статья, которая написана основателем сервиса Апшит, который купил Гугл в 2020 году, и он проработал несколько лет в Гугле, после того, как Гугл его поглотил, и он рассказывает очень интересно о тех проблемах, которые существуют в культуре Гугла, в культуре самой компании, которые мешают ей, собственно, конкурировать на рынке и создавать решения для пользователя, а не решения, как он пишет, очень хорошо, для внутренней структуры, потому что сейчас Гугл занимается тем, что создает решения, которые очень хорошо будут ублажать внутреннюю культуру Гугла, а на клиента они рассчитаны уже в последнюю очередь. И он очень хорошо описывает, в общем-то, вот эту проблему того, что это не мышь в лабиринте, это лабиринт в форме мыши, вот в чем проблема Гугла. Точно советую почитать, очень хорошо разложено, по кусочкам и по таким вот правильно структурированным мыслям, после прочтения ты начинаешь понимать, почему мы получили Гугл-стадию, кроме шуток. Ну и еще одна крутая статья, которую я хотел обсоветовать, она на сайте science.org, там прям большой-большой обзор про то, какое количество существует в нашей толще земли водорода свободного, которые нашли то, что вот он существует в таких вот резервуарах в нашей земле, это нашли буквально не так давно, и буквально там типа 10-20 лет назад его научились оттуда правильно добывать, причем это случилось, там делают упор на то, что обычно всякие компании крупные, они забивают хер на вот эти самые залежи водорода, а маленькие компании внезапно начали его добывать и даже его использовать, и там рассказывается про африканскую маленькую прямолюсенькую компанию, которая сейчас электрифицирует деревни за счет того, что находят залежи водорода, свободно лежащего в толще земли, за счет этого электрифицируют деревни, которых никогда не было электричества, и это происходит прямо сейчас, и говорят, что там этого водорода, который образовывается за счет всяких химических соединений, различных минералов, которые находятся в толще земли, что этого водорода хватит на тысячи лет, и его сжигание не приводит к карбоновому следу, к его увеличению, и это намного более безопасно, типа, и круто, как бы, с точки зрения... А знаешь, где больше всего водорода? У коровок? На солнце. А, понятно, ладно. Ну, партия не дураки, ночью полетим, да, 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 да. Ладно. Ну, в любом случае, короче, статья очень крутая, там прям много всего расписано, откуда этот водород берется, как его находят, типа, что с ним делают, как бы, и как вот, какие для него есть, так скажем, приспособления в бизнесе. Да? Вот что с ним делать. Вот. Ну, и, ребят, спасибо большое, что вы сегодня нас смотрели. Секунду. Контроверсивная глорификация отправила нам 3,5 евро, а в Твиттере жить проще, пишет нам. И Ромочка отправила нам 5 евро. 10 дней назад, после 4 месяцев ожидания, получил удобрение в НЖ и визу на въезд в Хорватию. Вчера заселился в свою квартиру в центре Загреба, в пятницу получаю ID-карту, 2022 закончился. Поздравляем тебя, братишка. Поздравляем. Чувак, прям поздравляю, это очень круто. Особенно, если это какой-нибудь Digital Nomad хорватский новый, как бы. Это вообще прям суперкласс и прям поздравляшки. Вот. В любом случае, ребят, спасибо большое, что вы сегодня были с нами, что вы нас сегодня смотрели, что как бы вот слушали для тех, кто в записи, для тех, кто на стриме был. В любом случае, мы на самом деле рады, что смогли вернуться. Будем надеяться, что в ближайший месяц там у нас получится куча контента все-таки умудрится сделать для вас. Ну и мы потихонечку выпускаем стримы. Если вдруг вам нравятся всякие прикольные игры, приходите к нам на YouTube-канал. Если вдруг вам нравятся всякие другой отдельный контент, типа различных необычных подкастов, которые мы делаем, то приходите к нам на Patreon, на Boosty, в Apple Podcast, в премиальную подкастку. А у нас есть кабинет лора. Кабинет лора, офигительнейший совершенно подкаст. Вот. И если вдруг вы его еще не слушали, то можете попробовать, соответственно, к нам зайти, занести немножечко денежек и послушать то, чем занимался Макс и Дима как бы за последний год. Это, на самом деле, очень круто. Вот. Ну и, ребята, мы хотели, конечно, по большей части поблагодарить тех людей, которые нам заносят больше всего, потому что, как вы понимаете, сейчас для нас это довольно важно и очень сильно нам помогает вообще проекту выживать. Да, это Александр Хлебцов, JustRego, Олег Кончики, Майкл Кужель, Игорь Богданов, Алексей Шелепов, Дмитрий Мельков, Артем Сусак, Иван Даниленко, Visers, Mission Impossible, Никита Бескорсый, Сергей Гычко, Неглавный Ноеврей, Донатос, Женечка Калинин, Александр Довыгора, Антон Ленский, Вайсберт, Цареубийца Джейми Корк, Ходорелф, Сахалинец, Лубневский Дима, Влад Лиалин, Дирандин, Егор Ильин, Евгений Петрунко, Никита Стрельников, Ти Юджин, Илья Кузнецов, Артур Галиулин, Роман Космодемьянский, Алексей Карпов, Петя Третьяков, Мистер Вейдери, Алекс Колов, Степан Пугачев, Дрэгон Мастер, Павел Петлич, Андрей Извеков, Ферзиздис, Чарлей, Пельмешка, Лед под ногами Майора, Валерия Неборская, Ильин Егор, Вячеслав Шанауров, Две черточки, Петр Лаврентьев, Станислав Бартунский, Функа Попроша.ком, Фигурки в России, Келиос, Егор Тихомиров, Зомбарьизкарьерист.ком, Артдзен, Мятная Рысь, Артем Логинов, Денис Бондаренко, Григорий Яфа, Денис Артюшин, Джек Ванила, fxfortrader.ru, Максим Лебедев, Дронтозавр, Антон Зефон, Дмитрий Коробенков, Екатерина Александровна, Евгений Богомолов, Никитос, Больше Непивной Насос. Это грустно. Да. Монтройгер, Никита Стрельников, Антон Кузнецов, Нексен Су, Алексей Пазников и пять Завтра Шейхов, два на Патреоне, три на Бусти, которые посчитали нужным остаться анонимными. Спасибо вам, пацаны и девчонки, огромное. Спасибо вам большое. Спасибо, ребят. Спасибо. Очень круто. Слушайте, ну... Ну что? Мы заканчиваем наш подкаст и в целом, могу сказать так, хорошо, что не посрались, да? Играйте в хорошие игры. Плохие не играйте. Плохие не играйте, да. Смотрите хорошие фильмы, да, и плохие не смотрят. Не забывайте о хороших книжках. Давайте так. Пауф, ребят. До следующего раз. Всем пока-пока. Счастливо, ребят. Пока-пока. Счастливо, пока-пока.